Христос посреди нас! Эдик! Владимир! Христос посреди нас! Ну что, мы уже помолились! Молитесь! Хорошо! Всемилостивый, дорогой Бог! Иисус Христос! Господь, мы приходим тебе в это время, Господь! В этот чат, Господи! В этом доме, Господь! И призываем Твое Святое Имя, Господи! Если ты сказал, где двое или трое соберутся во имя Твое, то ты будешь посреди нас! Мы собрались во имя Твое, Иисус Христос! Благослови нас, пожалуйста, Боже! На общение, Господь! Просто на знакомство, Господь! Прибудь с нами, Господь! Прибудь с нами в единстве, Господь, как и Ты един с Отцом, Господи! Ие, самое главное это! Тай нам, Господи, прежде всего, взирать на Тебя, Господь. Учиться от Тебя всему тому, что, Господь, Ты хочешь нас научить, Господи! Благослови нас, Господи! Прости нас, Господь, всякие, Господи! Недвиги, Господь, несовершенство Господь наше, Боже! Какие-то недостатки, Господи! Прости нас, Господи! Полуги нам, Господи, принимать друг друга такие, какими и есть, Господи! Аминь! Ну что, пожалуйста, присаживайтесь, как вы хотите, хоть вместе, хоть так. Вот библия у вас есть, так что, сейчас ручки. Для новостей, съемка. А мы все снимаем, все снимаем, и собрание, и всякие занятия по скайпу, и все снимаем. Это очень поучить варки. Так, ну это, Юш, ты же мне тут помогал, даже у меня в доме работал. Да, да, да. Землю мы тут перекидывали, помнишь? Да, да, помню. Тут еще там глубоко туда было. Да, да, да. Сейчас видишь, как уже потихонечку идет. Я всегда... А кто меня, не знаешь? Да это, может, даже и я просто... Ну я, по-моему, не помню. А что ты обо мне вспомнил? Я уж не знаю, сколько это лет назад было. Сейчас скажу. Сейчас даст Бог памяти. Ну, седьмой год это был. Седьмой, да. Мы с тобой потом еще на площади встретились. Последняя наша беседа была, ты сказал там, что тебе... Что-то там у нас о работе было. Кто не работает, тот не ест. Кто нас беседовал, а ты что-то... На площади Сахарова, да? Да. Что же ты мне сказал? А ты мне говоришь, ну у вас так же, как у протестантов, даже еще хуже. Да. Ну да. А вот ты в протестантах, я так понял теперь. Вот тебе, здравствуйте, ты избрал худшее? Ну, избрал, избрал, что есть, то есть. А теперь, что есть, то есть, да? Да. Юра, это, вот это вот, кто составлял? Я. Вот, гляди, как у вас интересно, группа, закавычено, межконфессиональное служение. Ну, это... Межконфессиональное... Ты согласен с ним? Группа, ну, кто-то же в группу входит? Ну, группа, если два-три человека есть, это уже... Ну, пускай будет два-три. Ну, вообще, как правило, люди, они как бы... Они есть, они, понимаешь, они как бы... Они вроде бы есть, в интернете они есть. Так вот, допустим, не особо-то вытянешь. Ну, и где-то, допустим, в каких-то христианских, так скажем, тусовках, мероприятиях люди как бы, ну, собираются. Ну, допустим, в какой-то там конференции или еще что-то. И они как бы, ну, разделяют вот это... Есть же межконфессиональное служение в городах, в странах. Есть союзы межконфессиональные. Ну, я так понимаю, я не сторонник экуменизма. Экуменизм – это объединение всех мировых религий. Я так говорю не о экуменизме, я говорю о том, что... Христиане, христиане, пусть даже, если они каких-то разных направлений, ответвлений каких-то, ну, по сути, человеческие, которые, так скажем, ну, вот так получилось, мы разделились. То христиан, у христиан должно быть что-то, ну, единым. Я почему-то говорю, потому что, когда наступят времена гонений, когда времена гонений наступят, и когда придет антихрист, то, когда нас погонят, и когда лишат нас всего, всех благ, коммуникаций, комфорта и всего такого подобного, всего, от всего нас, короче, отрежут и кажут, либо ты выбираешь печать, либо ты будешь страдать. И вот когда верующие осознают это и поймут, то, ну, тогда-то уже не будет вот этих, как бы, ну, электринальных вопросов, вот этих всяких разных споров, тогда будут, как бы, друг за друга держаться. Тогда придут тебе, скажут, ты христианин? И вот тогда-то проверится вера твоя. Да нет, это он христианин, это вот, это вот он христианин, он молится, он верует, да я так сюда пришел, зашел, поберить, покрасить, чай попей, о вере поинтересоваться. Ага, печать принимаешь, либо мы тебе голову снесем, да ты, ради Бога, и печать, и все примут, только лишь бы, пожалуйста, в живых оставьте. Вот тогда-то будет проверяться вера, тогда уже все конфессии, уже все сотрется, не будет, у меня же, конфессиональных вот этих служений, тогда уже действительно вера будет проявляться на деле. А сейчас нам пока что, сейчас нам пока хорошо, сейчас нам позволяет где-то собраться, позволяет где-то нам о чем-то поговорить, чай попить, о мусульманских странах, сетир башка, и все, и делу конец, за то, что ты Христа проповедешь, без разницы, баптист ты там, или адвентист, или ты православный, Христа упоминаешь, держи, у нас здесь мусульмансов, мы с тобой никаким Богом не соотносимся. Ну, я про группу маленько вот так-то сказал, что группу... Кто в нее входит, кто межконфессиональный, я знаю, начни, сколько конфессий каких-то? Люди с разных конфессий, есть и баптисты, есть и баптисты. А православные есть? Православные, ну как, именуются православными, ну не знаю, насколько они православными. Знаешь, если человек... У нас же сейчас, как правило, нет людей неверующих. У нас либо верующие, либо неверующие. Либо верующие по-своему, либо, как говорят обычно, православные. Ирлык на себя вешают, традиционные. На самом деле, ты же знаешь, что... Спроси сейчас, выйди. Ты верующий? Да, я православный. Крестик носит, сигарету курит, пьет, и тут же он православный. Православный, я понимаю, это тот, кто живет в православной вере, православной традиции. Тот, кто действительно несет веру из поколения в поколение. Вот как они старообрядцы. Они из поколения в поколение. Дети их, невногие, отцы. И вот они эти два перста, ну пусть два перста. Так они и храму тоже скоро построят. Вот. Вот они православные. Я с ними соглашусь. А те, которые насыпляли на себя кресики, крещение там приняли, сколько там они отвалили за этот обряд крещения. А потом говорят, мы православные. Как у меня сестра двоюродная, говорят, я православная. Что ты мне свою ахинею протестантскую несешь? Я говорю, какая ты православная? Говорят, ты хоть понятие? Понимаешь, что несет в себе православие? Ты мне хоть назови историю православной церкви. Зарождение. Откуда она зародилась? Ты говоришь православную. Какая ты православная? Ты просто лишь посещаешь православный храм, но это не говорит о том, что ты еще православная. православный это тот кто несет эту веру, тот кто ее доказывает в делах, в жизни и в других вещах вот это православный тот тот знает основу христианскую веру вы, как я понял, какого-то слова ждете? ну да, а вы-то согласны с ним? так как мы знаем, что среди межконфессиональных мы вообще с какой целью собрались? пообщаться пообщаться насчет какой темы? да насчет какой темы? мне ничего не объяснили, зачем я пришел? давайте выберем тему, просто пообщаемся ну он много вроде бы что-то говорил, да? ну говорил, говорил ну вот вот, вот видишь, составленная какая визитка вот эта вот, по ней-то ну я вот ее видел, ну встречал но я как бы внимания этому не придал видишь, у нас не так все у нас если есть визитка, то это совместно там и священник там и... ну там много людей задействовано поэтому это все ну не без советов других людей поэтому если у нас вот визитка есть то она... эта визитка для всех одинаковая и все ее принимают, все ее знают можно вас попросить немножко сюда что-то... Володя, дай визитку у нас лицо не видя сядьте сюда визитка у тебя с собой? сядь сюда Володя ну ладно, сюда сядь сюда побери, сядь, пожалуйста а, Юра сядь, 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 пожалуйста а если они просто называются детьми божьими ну что это, да судить за это? вот визитка у вас хаосславно-библейский сайт держи а мне... Владимир, да? ну ты что, потерял? да не потерял, а дал ну то есть это конкретно вот что нам вот что подходит и другие виды мероприятий на христианскую тематику мы чисто на христианскую тематику такой вопрос ну я вижу Юра, он всеявный но это же не правда такое, что он и православие все и хорошо и вот что-то чересчур все хорошо когда так все хорошо то это значит там очень все плохо и борода так же как вы хаосславно ну... это хорошо это может быть даже хорошо и поможет но дело все в том, что для того, чтобы нам можно было ну как-то вот эти другие христианские тематики разработать надо же до конца друг от друга все знать до конца а так мы сейчас что будем рака за камень-то заводить? мы чисто православные какие мы православные вот показал я визитку глядей это православный библейский сайт вот мы чем отличаемся ты понял? библейский и теперь мы будем говорить только по слову божьему вот я вижу ты в руках и держишь библию 66 книг это скорее всего издание финской наверное православной церкви у меня такая же первая была в мягком переплете но у нас немножко это 66 у нас вот такие вот вот библии вот это вот допустим вот это видишь издательство жизнь с богом брюссельская здесь 77 книг это полная это полная версия вообще тут даже есть то что нету православной там несколько ну есть не несколько стихов а даже можно сказать несколько глав так что это это вот ну это перевод русский русский синаидальный 1776 года который и здесь и у вас тоже переводили кстати православные тогда протестантов еще не было на стране закончили 1776 это только редсток начал свою проповедническую деятельность в России еще не было с греческого на русский перевод был не с греческого а с мусоритского то есть это библия которую Шлиман нашел в Аравии в рукописи и она была в Петербурге потом ее продал Сталин в Англию в Лондоне вот прямо с советского с еврейского текста Ветхий Завет переводился ну а Новый Завет естественно с греческого как и было написано он почти весь на греческом то есть вот и теперь дальше вот мы собрались так и мы с ним предварительно обговаривали и он понимает о чем идет речь я там думал он это или не он он бы сказал я у тебя в этом доме там работал я его забыл он же бывший наркоман или алкоголик не поймешь там в голове что у него смешалось мог бы сказать да мы же с тобой беседовали и все а я рассказываю может быть тот а может и не тот говорит мы у католиков виделись виделись у католиков так не просто у католиков он у меня здесь в доме был мы песнопения пели он нам подбивал с Сергеем вместе помнишь Сергея у которого собаки были такой болящий который бывший а он сейчас собаками так и занимается вот он он крестился вот это вот он здесь самый первый да самый первый его часто можно увидеть где у него дрессировка собак охранять это у вас водное крещение какие-то да вот батюшка видишь воду слоит с крестом вот это вот священие заходит в воду и потом люди заходят он погружает как и делал иоанн креститель на самом деле да как православие только всегда так и было это коммунисты уже убрали просто водное крещение а вот я как-то раз встретил тоже батюшку в рясе на остановке и спросил а вот меня уже крестили на меня просто брызгал почему а почему он брызгал на меня ну спросил чем различается а я вот сейчас вот хожу в собрание там не брызгают там полностью погружают и он мне объяснил то что брызгают ну потому что раньше воды мало было в пустыне и вот были такие случаи что в пустыне надо было брызгать ну пустыне пускай ладно допустим где пустыня то здесь Вашенал Тарь тут уже здесь воды сколько хочешь так что крестить можно это называется вот уже лукавство ну и там все остальное это обыкновенная история она всегда так было слышал такое что крест вот этот плод которую крестить мы-то не крестное знамение да 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 крестное знамение то что раньше были просто сильные гонения и поэтому нельзя было провозглашать а просто молились вот так вот молча благослови господи мой разум мое чрево но там написано и не поставь меня с левой стороны а просто с правой стороны это католики до креста но они пятью пальцев этого изображения креста на себе это проповедь ты молчаливая молча показываешь знак христа ты изображаешь у себя через то есть ты показываешь что ты вот опять пальцев можно тремя пальцами одним было одним вот так и вот так было они говорили христос рэгнат христос царствует христос показывали палец даже показывает одну и поставь обозначали христос бог все просто единого бога и вот так вот так показывали перстом и перстом и нормально все там всяко показывают это все по преданиям сохранилась просто до этой истории вот жития святых это вот короткая жития святых все все жития вот в такой маленькой книге конкретно захотел узнать какую-то историю взял просто допустим мученик диамид происходил из города тасса был врачом христианином подавая пособие больным он в то же время убеждал язычников обращаться к христу проповедник и таким образом отвратил многих от идола поклонства с этой целью путешествовал по разным городам и пришел в никею город такой диаклетиан гонитель христиан в 308 году начал гонение узнав о нем взял его за собой в никомиде но по дороге святой помолившись умер войны отсекли ему голову но вдруг ослепли царь приказал им приложить голову к телу тогда войны прозрели и сами уверовали во христа даже не написано когда это было это от августа 17 числа но придет ли тяне какой год непонятно но где-то начало 4 века ну к примеру город кого так записано это все откуда это все сохранилось это все записывалось то есть за великими людьми за проконсулами такими как допустим понти пилат ходили писцы и все записывали что он говорит чтобы допустим тайно говорить он должен сказать слово и тогда этот писец просто удалялся и тогда на 1 найди переговаривал это не записывалось потом уходил этот человек писец опять заходил и теперь все кто не приходит и вот этот человек великий разговаривает за этим все записывается судит он там или там идет разговор о экономических каких-то вопросах все записывалось там были свои скорописцы как заявлено златоустом и вот эти записи они у них складировались как у гб в архивах там и так далее в партии и также было в римской церкви тем более они же вообще не думали что когда-то христианство разольется по всей вселенной тогда христианство было гонимо ну вот так вот образовались вот эти вот они назывались диптихи писания назывались диптихи и вот многое много сохранилось и оттуда прям брали потом христиане выписывали потому что вот он в 312 году в 311 ушел на покой диоклетиан сам отказался от власти передал ее власть он передал ее святому константину великому он потом будет дай его называть константин великий император первый провозгласил 325 году провозгласил первый серийский собор а в 312 он стал царствовать константин он еще не был великим он еще не был христианином но уже в 314 году когда он победил там максим цель и он провозгласил одинаковость веры то есть перестали вывел такой дикт одинаково не объединение одинаково то есть как христиане могут веровать как язычники так и христиане их не гонят их не убивают священников а там было три дикта что сначала христиан всех разгонять собрание потом христиан забирать в тюрьмы и 3 египт священников всех казните всех кто из мирян будет исповедовать христа когда будет гонение вот как этот диодор то есть и вот почему его и забрал он собой в новую визе водил чтобы хоть он хотел чтобы на трёхся отрёкся допустим ты от христа вот о чём как раз верит его как это будет и потом показывают его везде вот видите вот он отрёкся поговори с ними давай говори добрать или а вот был таким а теперь вот видите потому что царь прекрасно вот этого я их добивались ну а диодор не добились еще вот многих не добились от кого-то добивались это записано все это перешло к нам жития святых составлены именно именно святые люди которые кто-то страдал есть те которые проповедовали ну и там и дальше наших последних времен которые не страдали но они как-то прославили церковь и христа как я понял нас объединяет все таки не вот это вот визитка нас объединяет иисус христос нас объединяет христос и иначе скажу сейчас то есть цель с игорем говорили цель такая собрание но я предложил познакомиться на то есть рассказать кто на немножко узнать у вас ну скажу кратко кто на мы именуем себя православные христиане то есть мы исповедуем веру во христа и по библии но всяких пониманий библии очень много очень много людей много всяких называют себя конфессии мы называем их еретиками то есть у нас простое именование еретик заблудший то есть люди неправильно объясняющие библию являются лжецами то есть есть библия слова божия бог изложил и вложил в нее определенную мысль которую должны были донести проповедники слова божия до людей чтобы люди правильно поняли это слово и спасли свои души но сатана воздвигает среди вот этих людей среди своих служителей которые берут в руки библию и начинают ее проповедовать как бы но при этом искажают смысл писания говорят допустим все правильно но что-то скрывают или что-то неправильно объясняют в результате появляется множество множество вот этих организаций которые себя называют там церковь христа церковь живая вера камень святая вода новая жизнь там старая смерть там как угодно себя могут называть вот потом появляется олег да юрий такие как юрий которые говорят выходят и говорят ребята давайте жить дружно как вы там не понимаете давайте вот объединимся визиточку составил такую всех собрал людей понимаешь не понимаешь как говорится гнилую картошку с хорошей картошкой с яблоками и вот давайте молиться наша задача какая гнилое и отодвинуть а то что здоровая замаралась вымать высушить и использовать вот наша задача вот гнилье это лже понимание библии мы из мы православные для нас главным авторитетом является в понимании знаний бога это библия вот вы ее держите в руках да вот 66 книг но у нас 77 книг но здесь мы не об этом говорим мы говорим о том что библия это главный авторитет наш который говорит нам о боге а невидимом что нельзя пощупать что нельзя научным методом понять вот это откровение божие это библия это вера в свидетельство библии вот в этом мы с вами едины так из библии мы узнаем что есть бог что бог есть святая троица так мы в этом едины с вами да то есть мы верим вы и вот юрий верим единого бога в трех ипостасях вот есть люди которые себя именуют мусульмане они не верят в трои единого бога они верят просто в единого бога называют его аллах и луи но это переводится как божество бог вот мы верим в три единого бога но мы те люди которые называем себя православными христианами говорим о том что церковь была создана христом она была основана и за вот эти 20 веков которые прошли сейчас уже начался 21 столетия до после рождества христова церковь в каждый век было были люди которые веровали в бога во христа которые жили исповедовали эту веру и да эта церковь дошла до наших дней и в течение вот этих 20 столетий всегда у людей было слово божие от которого у вас руках она либо была написана на пергаменте там на кожу в разных способами на разных языках но она присутствовала среди людей среди нации на разных языках разными в разном виде вот эта библия и люди веровали в бога по библии и спасали свои души было произнесено очень много проповеди по библии за эти 20 веков понимаете то есть церковь была основана христом еще тогда вот когда он умер и воскрес вознесся на небеса и в 50 день после его воскресения было сошествие святого духа вот и это было день основания церкви это день рождения церкви когда дух святой сошел и вот тогда как раз появилась церковь христова и в течение это описывается в священном писании библии в течение всех этих веков были люди которые веровали в христа мы православные христиане используя библию при этом изучаем историю этой церкви христовой мы изучаем историю когда в каком веке какие христиане жили мы знаем их имена мы просто знаем имена в каком веке ферма во втором в третьем четвертом пятом шестом седьмом восьмом девятом десятом мы знаем имена тех верующих которые жили тогда ну не всех верующих а таких ярких представителей веры нашей вот мы собираем все проповеди какие нам доступны первого второго третьего четвертого века понимаете собираем проповеди и сохраняем как суп ну не как вот библию да но как проповеди на основе библии мы их сохраняем описание жизни христиан вот которые жили до нас до первого втором третьем четвертом веке последующем мы тоже сохраняем как биографии да и мы их называем жизнеописание или коротко жития жития это биография вот у каждого автобиографии на работу устраивается иногда есть учреждение где надо написать автобиографию кратко когда родился когда там учился женился крест объяснится неважно вот жития которые при игорь вам представил это биография христиан вот и мы православные христиане вот это все наследие сохраняем и когда начинаем это все изучать мы начинаем понимать что все 20 веков вот те люди которые сохраняли все это веровали одинаково и вера и чем дальше тем больше и больше получилось всяких заблуждений баптистов инвентистов и игористов там всяких разных появилась и мы и мы теперь хотим сказать люди возьмите библию и начинаете и не так понимать как вы хотите вот вы сейчас как вас учит какой-то пастырь иван саша там демьян хоть кто а вот берите библию и понимаете и так как проповедовали учителя церкви братья во христе такие же как вы с первого века по 20 по 20 век возьмите и прочитайте как они веровали а потом уже начинаете и учить других вот это главный критерий определение истины понимаете или вот эдик взяв библию вы можете что-то не понять и вы говорите а как вот кому вы обратитесь если не понимаете но говорят помолись богу а вот конечно может открыть но до вас эту библию уже чуть ли не по запчастям по не по буквам уже разложили другие верующие дух святой уже давно все открыл таких как вам за 20 веков а мы говорим возьми такого-то брата и почитаю он как раз говорил проповедь вот на эту тему ты скажи а я вот такой вопрос меня интересует а ты возьми вот такого-то брата он уже ответил на этот вопрос понимаете то есть мы уже не придумываем ничего мы не изобретаем велосипед вот мы просто берем на него и едем на велосипеде а сейчас начни удивить кого-то скажи а я изобрел он скажет уже сто лет назад уже изобрели так вот мы в библии точно также не сто лет назад а уже там почти 20 веков назад уже изобрели в понимании каких-то вопросов поэтому ничего выдумывать не надо надо просто взять наследие наших братьев по христе и изучить и веровать и спасаться вот вот мы нас объединяет с вами вера в три единого бога мы верим в иисуса христа как в бога и в человека да он и бог и человек в одной личности то есть в этом плане мы едины мы и гористы в иисуса христа как в бога не верует вы же знаете да вот свидетели выходят начал вот они не верят мы с вами вот почти что братья вот почти полностью там мечтать что бороды нету там внешнего обряда нет но между нами друзья есть главное различие главное знаете какое различие следующие что несмотря на то что мы веруем правильно мы в церкви а вы вне церкви а вне церкви не спасение вы идете в ад мы идем в рай пытаемся попасть в рай каким образом вот как раз вместо писания вот матфея шестнадцатого восемнадцатый девятнадцатый и я говорю тебе ты петр христос обращается и на 7 камни я создал церковь мою и врата да не одолеет ее и да тебе ключи царства небесного и что свяжешь на земле то будет связано на небесах и что разрешишь на земле то будет разрешено на небесах это скажем ключевой стих который определяет позицию церкви толкование говорит что врата да это грех он не одолеет помимо того что существует еще много других мест которые показывают что есть церковь христова церковь христова и вот в эту церковь потом в церковь христову надо войти вот ты эдуард уверовал во христа ты думаешь я со христом оказывается нет почему а очень просто ты же не знаешь как братья во христе до тебя веровали ты молодец ты взял библию ты как аполос вот тыси вы сейчас вот с юрой как аполосы 2 которые не до конца знают путь господень понимаете в наших глазах вы такие если бы вот сейчас без гордости в смирении вы подошли и мы больше с вами пообщались вы бы убедились в этом и стали бы мы как мы вот для нас вы в наших глазах вы как аполосы все даже не как верите ки а просто искренние ревностная полосы но вы не до конца знаете путь господень и мы вас хотим наставить до этого пути господне следующий стих и вот матфея 18 глава с 19 по 20 стих истинно также говорю вам что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле то чего бы не попросили будет им от отца не моего небесного ибо где двое или трое собраны во имя мое там я посреди них не собрались не собрались вот решили собрать а собраны кем собранный вопрос богом собраны когда собраны в 20 веке 14 февраля 2014 года в 5 часов 26 минут собраны на вас точно не на вас точно 99 18 глава с 19 по 20 стих тут написано собраны когда собраны когда собраны не собрались они сами собрались а собраны 18 19 20 глава когда собраны вопрос простой когда собраны 20 стих 18 главы евангелия матфея вот уже почти 18 глава 19 20 стих кстати это 18 глава это она регламентирует законы церковные уже то есть хоть и о церкви мы говорим после вторая глава деяния святых апостолов но регламентация церкви как церковь должна трудиться работать как должны в ней происходить отношения уже начинается 16 матфея а 18 глава вообще нам показывает как церковь создается как там братья должны сестры вместе жить мы сейчас говорим не просто вере во христа мы говорим о людях которые верят во христа и как им между собой общаться как им жить и как прийти как это сама система существует как и иисус христос сам организовал понимаете свою церковь церковь как вы говорите собраны я понимаю собраны в настоящее время здесь о настоящем а где-то настоящее собраны собраны согласят просить чтобы они собраны во имя мое собраны кем собраны и когда контекста естественно господь говорит о будущем где если согласятся то есть это не сейчас собраны собраны я понимаю так что собрана этом вот мы вот сейчас собраны на выход на кем собраны богом собраны мы же пришли это путями кожи микрон господь ибо где двое или трое собраны собраны здесь то есть она говорится кто их собрал у нас объединяет нет кто собрал где двое или трое собраны во имя мое кто их собрал коза собраны их собрал один не собрались таких вот собрались это воля твоя а это надо нет надо и дальше сначала рассказали дальше то есть эдуард смысл в следующем лишь что иисус христос нас собрал в церковь это иисус христос я уже отвечаю на этот вопрос он он нас собрал а когда а у нас собирает только по своим правильным по своим правилам не как мы захотели вот я захочу и в дом войну через окно или там я захочу в организацию какую-то устройств вот как я хочу нет ты приходишь в бюро трудоустройства и ты приходишь в отдел кадров и тебе говорит напиши заявление потом пойди туда-то пойди сюда и сделать так то тебе все конкретно объяснят как надо сделать а я не буду этого делать я хочу по-другому тебе объяснят что нет есть у нас учредитель хозяин организатор менеджер сам управляющий заведующий директор и вот есть правило входа в нашу организацию так вот есть правило входа в церковь и ты не можешь быть членом церкви пока ты не узнаешь эти правила сейчас ты эдуард их не знаешь во первых вы объясните что такое церковь для начала церковь с вами сверимся этими вот церковь и снова если мы будем брать это церковь и снова это общество верующих в иисуса христа людей где есть пастыри учителя пророки и апостолы есть в церкви не дары а есть люди которые имеют пастырское звание пастырское звание то есть пастыри учителя епископы и есть верующие люди единомысленно вместе потому что апостол по перебуте единомысленно между собой первое условия второе должна быть веро во христа кто не будет кто будет веровать и креститься спась у него это то не будет веровать осужден будет третье Я не помню место Писания, где в церкви одних Бог поставил учителями, пастырями. Это все церковь. Об одном и том же говорим. В переводе с греческого это собрание избранных. Избранных Богом. Бог избрал, а проявлением избранности является наше действие. Вера в Христа, молитва, избрание. Так вот, в какой организации есть пастыри? Вот поговорим теперь об этом. То есть церковь, состав церкви нас призывает к чему? Мы когда узнали из чего состоит церковь, мы должны сказать, а кто же есть в церкви? В церкви верующие есть? Вот Эдуард, вот есть Юрий верующий, вот есть Библия, мы церковь. А мы говорим, а есть ли у вас пастыри? То есть скажут, да есть у нас Иван пастырь. А мы тогда говорим, что кто такой пастырь? Пастырь это священник. Священник или церковно священный. Дальше вот здесь вот надо вот это теперь идти. Что свяжешь? Есть пастыри, у которых есть особая миссия. Согласен. А миссия какая? Которую Петр, вот Петру дал Христос. Педам тебе ключи Царствия Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То есть пастырь имеет на себе миссию какую-то, которую не имеют обычные христиане, такие как мы. Вот я не пастырь, Игорь не пастырь. И первое, пастырь должен быть рукоположенным. Он должен быть рукоположенным от апостолов. Потому что храни дар Божий, апостол Павел пишет, Тимофей, который в тебе через мое рукоположение. То есть, и еще он пишет, ни на кого рук не возлагай поспешно. То есть, не торопись. А это означает, что если он не возложит на кого-то руки, значит тот не станет пастырем. Понимаешь? Семь-семь. Ну, я понимаю, но... Можно вот перебил немного. Мы еще до конца не разобрались по поводу церкви. Вы утверждаете, что мы отделены сейчас от церкви. Но если по слову можно, вы меня можете услышать, я вас услышу. И не сомнешно без церкви. Без церкви, все понял. И церковь, вы утверждаете, что мы отделены от церкви, а в то же время мы соглашаемся в том, что церковь это собрание избранных. То есть, остается разобраться в том, кто такие избранные здесь. Ну, я думаю, что где собрались во имя Мое, говорит Иисус, собраны во имя Мое, мы же собираемся, чтобы прославить Его, чтобы поклониться Ему, там и я посреди них. Значит, церковь это мы, которые собираемся. Я не сомневаюсь, что вы избранные. Я не буду в этом сомневаться. И я не сомневаюсь в том, что вы верующий человек. Верующий, глубоко верующий человек, который, возможно, готов, Бог может усмотреть так, что вы мученически можете за Христа умереть. Но, я в этом не сомневаюсь, но не хватает еще чего-то. Вот даже если таких, как вы, умножить на 100, да, ну, вот сейчас двое, да, умножь еще там на 100, еще на 1000, какая разница, ничего не изменится, мозги-то те же останутся, сердце тоже, да? Ну да. От этого церковь ваша не увеличится и не уменьшится. Вы как были, не церковь, так и останетесь. Почему? Потому что, даже если у вас миллион таких Эдуардов будет вот здесь на диване, диван будет такой, километр четыре, и будет сидеть, это не будет церковь. Почему? Потому что среди вас ни одного нет пастыря. Поэтому нет церкви. Церковь, вот давайте я вам четко напишу схему церкви. Церкви, первое, верующие. Если под словом верующий, я сразу говорю, верующий во Святую Троицу и в Бога Человека Иисуса Христа, который необходимо покаяться, себя признать грешником, принять Христа своим спасителем, признать, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, это я под словом верующий понимаю. Не будем уходить сейчас в детали. Это все избранные, как ты говоришь, или святые. Это все термины одного и того же определения верующих. Все исключить? Ну, можно исключить. Это все верующие, я объясняю. Это элемент церкви. Вот как ты говоришь сейчас. Ты веришь по Библии. Человек, верующий по Библии, во Христа, который покаялся, который курил, пил, наркоманил, и теперь этот верх Дух Святой его очистил от этого греха, это все верующие. Но это не все. В церкви еще должен быть пастырь. А пастыри, пастыри, то бишь, епископы тут у нас идут, диаконы в церкви должны быть. Я все это объединяю в слово пастыри. Они пастут. Пастыри и пресвитеры. Пресвитеры, да, пресвитеры. Вот, пастыри, пресвитеры. Вот, слово главное мы скажем. Пресвитер мы его не упомянули. Вот это, вот они должны быть в церкви. Вот где нету, где много таких тысяч эдуардов и две тысячи юриев, там пять тысяч или там пятьсот человек Игорей, это не церковь. Это просто первый пункт церкви, верующие. Мы можем веровать, мы можем работать, там по графику жить, все у нас будет порядок. Но у нас не будет пресвитера. Значит, мы уже не будем церковью Христовой. А ты скажешь, а я церковь. А Христос скажет, как вы церковь, когда я поставил апостола, двенадцать избрал. Верующих-то много было. Верующих было много людей. Но, говорит, избрал двенадцать. Вокруг-то толпы ходили, женщины были верующие. А что, Мария Магдалина неверующая была? А мать Иисуса, Мария, ее мы православно именуем, как Богоматерь. Ну, с этим тут буду спорить, я на это не обращаю внимания пока. А неверующие были Мария? А Мария Клеопова была верующая? Но почему Иисус избрал двенадцать? Что значит двенадцать Он избрал? Которых наименовал апостолами. Иоанна 20 глава, 21. Последние стихи. Сказав это, как послал меня Отец, так и я посылаю вас, говорит Иисус. Обращаясь к двенадцати опять наименую. Вокруг много верующих. Воскрес первое воскресенье. Сказав это, дунул. Когда Он воскрес, Он явился, Он сказал, сказав это, дунул. И говорит им, примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Кому сказал, Мария Магдалини это сказал. Эдуарду, мне? Ну, своим ученикам сказал. Двенадцати апостолам это он сказал. Он сказал только апостолам. Он дал эту власть. Воскресенье апостолам. Все. Он ими вился. Ну, апостолы и ученики, это разве не одно и то же? Не одно и то же. Ученики все. Все, кто верил во Христа, все ученики. А апостолам было только двенадцать. Тогда бы Христу... Зачем Христу избирать двенадцать? А потом еще семьдесят он избрал. Тогда зачем тогда семьдесят, двенадцать? Зачем эти вообще цифры? Он бы сказал, все верующие, все священники Бога. Все. Все. Выбирайте себе. Вы хотите сказать, что кроме тех апостолов, больше апостолов не существует? Не существует. Двенадцать апостолов он избрал, потом он избрал семьдесят. А уже апостолы, получив от Иисуса Христа благодать, вот эту дар Духа Святого, дунул и дал Духа Святаго. Теперь эту благодать передают епископам через рукоположение. И это рукоположение дошло до наших дней. И вот те, кто имеет на себе это рукоположение, на себе имеют дар священства. Дар священства. И этот дар они теперь раздают таким, как вы, как я, как Юрий. Все. И вот те, кто строит старобрядческий храм, это люди, они называют себя старобрядцами. Но как бы они себя не называли, у них есть пастыри. Их в народе называют батюшки. Они могут быть грешниками, вот самыми последними они могут быть грешниками. Как бы их там ни клеймили, но у них есть эта благодать, которую даровал Иисус Христос в начале двенадцати, потом... Вот, кстати, сразу первая строчка. И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Это вот первый раз он им только дал эту власть. То есть, вот верующих много, а он и двенадцати... Вот, вот это. Двенадцати же апостолов имена Сутии. Ну вот, все. Двенадцать уже апостолов. Двенадцать. Все. И этому посвящено много мест. Причем вот это место, потом еще второе место, где перечисляется. Первая коринфянам, двенадцатая глава, двадцать восьмой стих. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Апостолами? Пророками? Три двенадцать, да? Первый коринфянам, двенадцать двадцать восемь. Двенадцать? Первый коринфянам, двенадцать двадцать восемь. Двенадцать двадцать восемь. Еще где-то есть. Ихристианам четвертая глава, одиннадцатый. Вот, найди это место, Ихристианам четвертая глава, одиннадцатый стих. То есть, Эдуард, я сейчас хочу сказать, мы сейчас, у нас нет времени переубеждать, понимаешь, Эдуард? Но мы не переубеждаем. Мы не будем сейчас доказывать и не вести диспут, понимаешь, Эдуард? Слышишь меня, да? Да, да, да. Мы сейчас излагаем свою позицию, понимаешь, Эдуард? Потом, время закончится, мы разойдемся по домам и обдумаешь, да, вот то, что мы сказали. То есть ты не записываешь, это же проблема. Тебе дать я не люблю, чтобы ты не слушал. Ты обдумаешь, что ты услышал. Ты обдумаешь, что ты услышал, и если ты захочешь дальше побеседовать, скажешь, ребята, или братья нас назовешь, давайте вот встретимся. И вот мне заинтересовало то, что вы мне сказали. А вот теперь докажите мне это, что вы мне сказали. Вот тогда мы отдельно поговорим. Сейчас я просто с работы пришел, брат. Во-первых, я с кем вообще имею дело? Кто вы? Мы сейчас являемся, мы православные христиане, члены крестовоздвиженской общины города Барнаула. Русская православная церковь за рубежом. Не надо ничего не придумывать. У нас митрополит Лариум пока. Он нет в виду должность наша. Ну а наши мы чтецы. Я мы чтецы. Я просто мирянин. Он просто мирянин. То есть рядовой член. А мы чтецы, то есть мы проповедуем в церкви. У нас же как, главный церкви, жены ваши домолчат. То есть церкви могут говорить только те, кто поставленный. То есть вот мы епископом, рукоположены для того, чтобы проповедовать в церкви. То есть учить. Учить. Да. Больше власти у нас нет никакой. Ну и все. Больше власти. Но если вы рукоположены учить, значит вы учителя. Нет, мы не занимаемся учителями. Учителя тут сложно сказать. Если мы кому-то передаем знания, учения, мы, может, маленькие такие учителя. Можно я скажу, как Тимофеев сказал, будь учительным, не злобивым, наставляй скротостью. Ну, вот это все относится к нам. Согласен, согласен. А откуда вы берете те знания, которыми учите? Именно из слова или из каких-то других еще источников? Мы берем из Библии. Вот Новый Завет с толкованием написано. И берем толкование, комментарии тех братьев до нас, живших, которые уже прошли. Можно прочитать немножко здесь. Гляди, как написано. Читателям предлагается первая книга трехтомного толкования Нового Завета, составленная Блаженным Феофилактом в XI веке на основании творений Иоанна Златоуста, Иоанна Златоуста, умер в 407 веке, и иных святых отцов в православной церкви. Ну, тут не перечисляются. Ну, недалеко от Златоуста они жили. Там и Василий Великий. Живших ранее. Читая эту книгу, вы обнаружите, что Блаженный Феофилакт очень часто говорит об исключительной необходимости изучения Священного Писания и обязанности проповеди для всех христиан и пастырей, и мирям. То есть проповеди нести Слово Божие в мир. Так что, если бы не указывать автора этой книги, благочестивые православные наверняка бы заявили, что это пишут баптисты или другие сектанты. В связи с этим, к словам о Библии и проповеди, добавлены комментарии о современном положении православной церкви и уклонении ее от святоотеческого пути. То есть то, что сейчас, как церковь поступает, так раньше не поступали. То есть был период, когда церковь была чиста и свята, там и исповедники. Проводится также толкование, приводится толкование на откровение на Богослова, составленное Геннадием Фастом Протереем в 1980 году на основе всех известных святоотеческих трудов, ну то есть братьев верующих святых, которые жили до нас, с учетом и опровержением многочисленных сектантских толкований. Вот, то есть существовало с первых веков много верующих людей и было много проповедников, но среди них были особенные звезды, чемпионы в проповеди, в слове, которые проповедовали так ясно и красочно, четко, понятно, что это было всем ясно, и много они это говорили, это все записывалось. Причем то, что они... И сейчас таких чемпионов нет. Сейчас они есть, но уже было, ну они первые были, они уже сказали свое слово. А это уже записано, можно по этим записям учить? Можно по записям, да. То есть ты можешь это повторять, тебе Бог может открывать отдельно. Вот бывает так, знаешь, я читаю Писание, мне что-то откроется, а потом я раз, а это уже было когда-то открыто. То есть смысл в том, что Бог однажды открывает своим, ну, друзьям Божьим, своим верующим людям, вот. И потом, когда вот те труды, которые были написаны ими, да, многие епископы собирались, читали их, рассматривали, и говорили, да, вот этот брат, мы с ним согласны. То есть один сказал, а согласны уже тысяча. Не просто тысяча, а тысяча епископов согласились с ним. А под каждым епископом еще священники. А под священником уже множество общин простых мирян. Все согласились. Таким образом, среди верующих определились такие звездочки, как Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Кирилл Ирусалимский, Кирилл Александрийский. Их много. Иоанн Дамаскин. Это вот за 20 веков, они таких звездочек много. Но если... То есть, ну мы же не были в их собрании. Мы не были, да. Их труды, например, Амбросий Медиаланский, 23 тома сейчас, по-моему, пытаются издать. Блаженные... Брат, о канонах скажи еще, что это на соборах было утверждено. Теперь, наши братья, епископы, уже с первых веков, христиане, они собирались вместе. И это собрание называлось собором. На соборах они рассматривали разные труды. Я еще не прочитаю, да. Рассматривали разные труды разных учителей. И говорили, так, это мы принимаем, это... То есть, уже соборно они все рассматривали и уже определяли, что да, это правильно, это правильно, это правильно. И разрабатывали правила, по которым теперь будет церковь жить. На основании Библии, на основании проповедей. Ну, доступные, понятные, лаконичные, применимые к конкретной жизненной ситуации. То есть, в Библии много написанного, правильно, но конкретной жизненной ситуации иногда не все понятно. А вот для простых людей, чтобы вот... А как вот по Библии поступить так-то? Чтобы ты можешь Библию открывать, а можешь взять правила, и в правилах четко расписано. В этой ситуации поступать так, в этой поступать так. Все. А откуда? А хочешь подробнее узнать, возьми Библию, и тогда ты поймешь, что это правило основано на Библии, понимаешь? Вот. Но это сделали епископы за нас уже. Наша задача это изучить. Изучить. И применить в нашу жизнь. То есть, мы не можем поставить себе целью стать епископом. Ты можешь стать епископом, вполне. Ты можешь себе цель поставить стать епископом. Кто говорит, епископство желает, тот доброго желает. Но раньше, когда это было сказано, в этот момент, когда ты, епископ, означал смертник, по сути дела. Потому что в то время были гонения на христиан. И чем поражу пастыря и рассею цовуты? Прежде всего поражали епископов. Если ты хотел епископства, значит, ты желал быть, можно сказать, мучеником за Христа. А сейчас, в мирное время, епископство желает не для того, чтобы стать мучеником. Как правило. Я не говорю за всех. Может быть, у Бога. Каждый со своей целью как-то идет. Естественно. Я оставлю слово. Почему мы применяем толкование святых отцов? Потому что Ниемия, 8 глава, 8 стих, сказано. И читали из книги, из закона Божия, то есть из Библии в то время, Ветхозаветное слово Божие, внятно и присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. Брат, еще надо будет этот момент прочитать и подчеркнуть. Восьмая глава, 7 стих. Восьмая глава, 8 стих. Ниемия, 8-8. Вот очень важно, причем это свидетельство из самой Библии, из Ветхого Завета и даже из канонических книг, толкование, читали из закона Божия. То есть не так, как ты думаешь, как ты понимаешь, а именно уже был истолкован еще в Ветхом Завете и выходил священник, говорил проповедь и на основании толкования все растолковалось. А как же слова Иисуса Христа, когда Он говорит, кто прибавит или убавит к слову? Толкование здесь не относится к этому? Толкование это не прибавление слова, это объяснение. Объяснение. Если бы, допустим, было 10 заповедей, я сказал, а вот еще 11. Допустим, как ведь, воруй, допустим. Можно, я приведу место Писания. Когда притча о сеятеле, Господь, и вот вышел сеятель, сеет. То есть рассказывает, а потом дальше что Он говорит? Он растолковывает, говорит, сеятель, сеет Слово Божие. Правильно? А если бы Он этого не говорил, не растолковал. Это называется растолковать тебя. То есть раскрыть. А так думает, ну сеет, семя сеет. А Он все рассказывает. А это вот такие-то люди. А это вот птицы у него утащили. И все, ты уже понимаешь. А, так это меня касается. Это вера моей касается. То есть вы говорите о том, что уже что растолковано, уже толковать необязательно дальше. Углублять можно смысл. Но в рамках уже сказанного углублять. Бывает, вот какое-то место. А я лично готовился к тому, где готовлюсь. И вот у меня есть вопрос. Я пересмотрю все у меня имеющиеся толкования на это место. Но мне не на место, а на слово того стиха, в котором Златоуст... А Златоуст мимо него прошел этого слова. Нет объяснения. И я ищу ответ. Но я, когда нахожу ответ, я ни в коем случае этот ответ не должен противоречить вообще толкованию. Ни одному месту Слову Божию не в вере, он не должен противоречить ни Библии, ни самому толкованию. Потому что я не могу сказать там противное, если написано Бог. Потому что за ресурсом сказал, я пришел не приступить закон, но исполнить его. В данном случае толкование нам помогает понять Библию. И оно не отвергает наши, не выбивает наши мозги и говорит, вот все, мозгов у тебя нет, вставь толкование в голову и все. Нет, оно помогает нам осознать правильность написанного в Библии. И в нужное направление наши мозги направить. А там уже плавай, знаешь, там много места. Но только сильно будь осторожен. То есть дает тебе такие ориентиры. А сейчас получается как? Вот говорить умеет, знает немного Библию, такой, знаешь, энергичный. Веруйте в Бога, вот Библия, по Библии, все. Уже толпу увел, все, новая группа. Кто собранный во имя мое, я собрал, конечно, этот дядя их там, деятель. Назвался как-то, зарегистрировался, Библия, все там радостные. Развешено много будет лжепророков, много лжепророков, много лжепророков, которые могут обольстить вас. Так вот мы сейчас и говорим, что Эдуард, Юрий, там, и много таких людей, которые не... Мы, по нашему пониманию, вы не дошли до церкви. Можно? Немножко остается для них. Можно, брат, я еще скажу? Пожалуйста. Вот к этому. Дело все в том, что не только будут лжепророки, а 20 глава, деяния святых апостолов, если ты откроешь 20 стих, там написано. Из вас самих, говорит апостол Павел, восстанут лютые волки. А эти сами, это епископы написано, надзиратели, и пресвитеры. То есть вот откуда вы. Ну и сколько у вас волков, вот возьмем теперь вашу, допустим, организацию, которую вы называете себя в церкви. Сколько у вас там таких волков? Ни одного нету. Все хорошенькие. А есть еще... А куда они делись? Извините, Игорь, переверю. Есть еще вот такая вот притча, когда Иисус объясняет про жапу, вот когда вот придут ангелы и отделят там колосья от плевелов. Помните? В 19-е, в 13-е главе. Ага. Ну там рыбу еще там. Да, да. Но есть и это, да, он приводит так в пример хорошо. И когда он объясняет, вот отделят колосья от плевела, и когда ученики у него спрашивают, ну а что значит это вот слово? Ну, колосья это, говорит, божьи вот эти вот избранники, которые искренне верят в Бога, да? Брак и крыл. А плевелы, это сыны противления есть такие. И плевелы, естественно, они отбрасываются. Ну, и пастору, чтобы не перепутать колосья с плевелами, так и Иисус Христос объясняет, чтобы не перепутать. Ему нельзя отбрасывать ни тех, ни других из церкви. Ну, то есть, не изгонять из церкви, да, как я понимаю так. Ну, а кто так неправильно понимаешь? Тут надо еще понять. Ты почему контекст-то сейчас не читаешь, понимаете? Да ты давай читай, там все понятно. Там не надо, что у вас толкование есть. Конечно, у нас есть Библия пока, вот на этом вопросе там толкование. Пока Библия, я знаю, но толкование есть. Давайте, давайте, возможно, мы найдем вообще язык с вами, естественно. Давай, вот это 13 глава, какой стих, брат? Сейчас я открою. Давай, не толкование прочитай, ты давай читай это. Матфея 13 глава 37 стиха. Он же сказал им в ответ, все еще доброе семя есть сын человеческий. Это уже он толкование говорит на ту притчу, которую он говорил для этого. Поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. И пошлет сын человеческих ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие. И вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет субов. Вот толкование, погляди вот сюда, смотрите. Здесь идет речь о ересях, которым попускается быть до скончания века. Иначе, если мы станем убивать и истреблять еретиков, возникнут возмущения и войны. И при возмущениях может быть и то, что многие из верных погибнут. Ну и Павел. То есть его еретиков есть верные, да? Нет. Еретики могут быть верны, уверованы, правильно. А ты их убил. Короче, можно так сказать. Вот гляди. Вот все, кто не православные, еретики. Ну ты понял, кто ты, да? Теперь дальше, слушай. Вот нам с вами воевать не надо. То есть, допустим, я очень хочу, чтобы ты стал православным. Теперь, ну что тебе сделать? Ты не хочешь. Ты не принимаешь ни толкования, ни святых, ничего тебе не надо. И иконы, это им дало поклонство, посты не соблюдаешь, бороду не отращиваешь. Ну у меня закипел гнев. Я думаю, ну сейчас я тебя немножко прижму, в милицию сдам. Тебя там почки поотбивают. Ну я попрошу их. Он же еретик, скажу. Он же неправильно верует. Ты понимаешь мою мысль? Углавливаешь. Могут они это сделать? Было постоянно такое. Православные постоянно просили. Православные были всегда буйни с властью. И власть всегда шла навстречу. Гнали даже старообрядцев, своих же православных. Не говоря уже о протестантах. Протестантам досталось очень сильно от православных. Вот от православных, которые мы исповедуем. Но это делали не мы, не миряне, а делали там власть имущие. Вот до чего дошло. И поэтому толкование, а не толкование-то не читали. Если бы они прочитали вместе с нами толкование, они сказали. Братья, а что мы делаем? Христос, так кажется, говорит, еретиков гнать не надо. А что с ними делать? Ну тут написано, что надо вразумлять, беседовать. Вот что мы сейчас с вами делаем? Беседуем, раскрываем Слово Божье через познание тех святых мужей и братьев наших, которые уже исповедали имя, и им Господь Святым Духом открыл все это. Что же вы тогда подразумеваете под словом православное? Ну что тебе? Я вам вопрос задам. Это надо... Вопрос задам. Не, ну если он задал вопрос, давай отвечаем. Давай, брат. Православное – это правильно славящие Бога, по Писанию, по Библии. А чтобы правильно славить, надо знать правильное толкование. Нееме 8.8. Вы присоединяли толкование. Где толкование у еретиков? У аптистов, там, адвентистов. У нас есть толкование Златоуста, Василия Великого. Это все православные. Да, брат, я раскрою в истории. Ну, это правильно, да, правильно прославлять, но не поэтому православные названы. Потому что Арий появился. Арий – это еретик типа сегодняшних свидетелей Иеговы, так называемых. Он сказал, он был пресвитер церкви православной. Она не называлась православная. Вселенская. Она называлась Вселенская, Христианская, Апостольская, Соборная Церковь. И тогда других не было. Гностики там были, но они как сектанты ходили. Но они очень сложно походили на христиан. Там у них свои были демурги, там, ну это ладно. Но они тоже себя считали, кстати, что они веруют во Христа. Поэтому, вот когда появился Арий, он был настоящий священник. Вот с которым ты встретился, батька, вот такой же он был. И он начал проповедовать, что Христос, он творение Божие. Что никакая не вторая ипостась, не Сын Божий. И тогда истинно православные восстали и назвали себя православные. Потому что арианство распространилось по всей церкви, вот этой, соборной, апостольской. И на десять церквей девять было арианских, ты понял? Девять было. Вот сейчас бы везде ходил, и одни только так называемые свидетели Иегова. Сейчас бы ты тут сидел, ты с игористами бы разговаривал. Понимаешь, сколько было их? В меньшинстве было мало людей. И вот теперь появились вот эти, и они себя назвали правильно славящие. То есть вот это неправильно славит Христа, а мы правильно славим Христа. А как правильно? А как было от апостолских времен, так мы и прославляем. То есть Христос, Бог и сии трое на небе, Отец, Сын и Дух Святой. Так? Отец, Сын и Дух Святой. Пятая глава, двадцатый стих. Последующий. Первое. Первое. И первое послание. Ириана. Один семь. Нет, не один семь. Как вы прославляете, я не понимаю, как вы прославляете вообще Христа? Мы прославляем так, как прославляла Церковь Соборная Апостольская с первого, ну вот, скажем так, с первого века по двадцатый. Вот так мы и прославляем. Вот сейчас, что мы делаем, мы сейчас прославляем Христа. Ну, есть, вы мне говорите о Христе, да, который уже, ну, прочитал Библию и уже научен. И вы так мне прославляете Христа. Не до конца, нет. А не тем, кто не научен. Нет. Там уже другое дело. Как вы мирское население, невеж, не знающих людей, притягиваете, прилепляете ко Христу? А, как мы проповедуем. Вот для этого есть Слово Божие у нас. Вот распространяем вот такое Слово Божие. Я согласен с этим Словом. Вот его мы распространяем. Чтобы люди могли ознакомиться хотя бы со Словом Божиим. Рассказываем о том, что Христос говорил о вечной жизни. По улицам ходите. По улицам ходим. Вот визитки, вот эти визитки мы даем тем людям, с которыми встречаемся. Но это все проповедь. Здесь вот приглашение на занятия, чтобы можно было заниматься. Вот сейчас бы мы не занимались этот базар-вокзал, мы бы сейчас вот так сели и читали. Но при одном условии, чтобы ты вот это все записывал. А не так, что, ну ладно, я послушаю, не послушаю, да мне это неинтересно, то не надо. А мне это зачем нужно? Да зачем мне этот Константин Великий? Да зачем мне эти толкователи? Да мне Дух Святой откроют. Обычно так вы разговариваете. Ну, кто им, межконфекциональные. Со мной лично только так разговаривали. Ну, Юрия я не считаю, что он какой-то протестант. У него, он и у католиков был, он всеяный. То есть у него душа, она такая мягкая, как в опыте Павла. Говорит, я расширил сердце свое. И все вместились, коринфяне, вы расширите сердца свои. Ну да, расширилось больше, чем надо просто. Ну да, и он расширил свое сердце. Он слишком расширился. Но неплохо расширил. Мы зато сейчас сидим и беседуем. Мы с нами Эдуард, который слушает толкование, которое он раньше и не слышал. И, кстати, мы это толкование, мы его не просто придерживаемся. Мы его читаем, и оно у нас уже все как закон идет. Потому что мы другого не поймем. Вот мы поймем так, как ты. И будем мы потом теперь терпеть еретиков в церкви. Да когда эти... А вы верите, что... Когда еретика после первого, второго... В настоящее время, извините, что перебиваю. Дорогие вас. Что вы вот в настоящее время, вот, я вот верю, что я живу сейчас, вот, по Новому Завету, по благодати, а не по закону. Ну и соответственно, если я живу по благодати, Как сказал Иисус Христос, одна заповедь, возлюбив ближнего своего, Под ней, как сказал, вот, апостол Павел там упоминает, Что под ней, если ее исполняешь, то исполняешь, значит, и весь закон. Мы по благодати сейчас живем, потому что без благодати Христа и Духа Святого, Любовь и Святого, невозможно исполнить ни одной заповеди Христа. Поэтому мы живем по благодати. Если мы эту благодать получаем, то мы живем по благодати. А если не получаем, мы живем не по благодати. А благодать как мы получаем? Какие пути получения благодати от Христа? Мы по благодати. Вот мой ответ на твой вопрос, Эдуард. Мы живем по благодати. Но как получить эту благодать? Как получить? Да. Через кровь Иисуса Христа. Через кровь Иисуса Христа. Способы получения. Через кровь Иисуса Христа каким образом получить ее? Через покаяние. Через покаяние и как? Когда принимаешь Иисуса Христа в свое сердце и признаешь его Господом и Спасителем своим. Исповедуй это устами. Ко спасению сердцем праведности. То есть ты покаялся, но благодать Божия каким образом тебе дается? Даром. Ну даром это способ оплаты, скажем так. Ну через Христа, как через посредника. Через жертву Иисуса Христа. То есть Христос тебе напрямую дает эту благодать. Он умер за мои грехи, прошлое, будущее и настоящее. А как вот рассматривать место-то Писания? Кому простите, тому простятся, на ком оставите, на ком останутся. Еще дунул Духа Святаго. Вот это как место? Куда прилепить-то вот это место? То есть мы сейчас говорим о благодати. Ты говоришь даром, я согласен. От Христа тебе, если ты покаялся. Согласен. И все. А при чем тут тогда, на ком оставите? Да, есть еще и Дух Святой. Может неправильное место Писания написано или что-то мы не понимаем? Почему? Почему? Вы понимаете так же, как и я его понимаю, это место. Нет, понимать ты можешь, но ты как его применил в своей жизни, вот это место? Я применил это место как себе, как ученику Иисуса Христа. Я на 20 главе. Я верю, что у меня есть такая же власть, которая написана там, данная Иисусом Христом к своим ученикам. Понимаешь, там уже учителя были в церкви, уже об этом проговорили. Для тебя не учителей нету никого, ты уже сам научил, ты вот представил себе, что тебе так интересно. Или кто-то подсказал, и ты, да, я принимаю. Ну а те учителя, которые уже нам рассказали об этом, написано же, что учителями поставил, ты, да, да. Но ты почему их не услышишь учителей? Нет, ну почему, у меня тоже есть учителя. Так они уже были до того, как у тебя. У тебя есть учителя, у меня нет учителя, кто же меня там даст? У тебя есть учителя, хорошо. Но они не в церкви тоже. Они научили ли тебя истине до конца, или чему-то не доучили, вопрос. Мы считаем, что не доучили, и есть серьезное у нас основание. Ну, значит, вы можете доучить. Доучить? Так цель от собрания нашего, чтобы тебя доучить. Не мы можем доучить, а вот толкование. Мы же тебе сказали, что мы сами его читаем, мы сами-то не придумаем. Я хочу прочитать место, давай, писать. Ну, давайте. Иисус, мы же тебе место писания читаем. 20-я глава, 20-я глава Евангелия Атеана. Атеана, да. 22-й стих. Ну, даже лучше с 19-го показать обстановку, когда это произошло событие. Обстановка была следующая. 20-я глава. С 19-го стиха прочтем обстановку, чтобы мы увидели картину, как это произошло событие. Вот, найди, я буду читать, и ты смотри своими глазами. Ну, ты читай, найдешь. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, Иисуса Христа, были заперты из опасения от Иудеев. Там 20-я глава. 20-я глава, с 19-го стиха. С 19-го стиха. Кому это было сказано? Ученикам. Каким ученикам? Конкретно? Так. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты. Ученики? В осеннем от Иудееве. 12-й. Это сказано было 12 апостолов. 12-й. Ну, апостолы, они... Ну, в Фома же один из 12, называем их, не было с ними, не было тут с ними, когда приходил Иисус. Вот тут было... И Иудееве не было уже... С ними. Написано, не был тут с ними. С кем с ними? С учениками. То есть апостолы, это тоже были ученики. Очень много. Ученик, это общее понятие христиан. Но из учеников есть еще апостолы. Это 12. Вот, Фома же один из 12, называем их, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Брат, вы же тут прочитали уже это, 16-й главе, сколько можно? Вот. Написано ученики, а потом дальше, и призвал их апостолов. Что тут? Вы говорите, примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Это сказано 12 апостолам, не просто всем ученикам подряд. Каким образом ты к себе применить эти слова можешь? Ты, Эдуан, уверовавшего Христа. Иисус Христос сказал, исполняющий слово мое, или пребывающий в слове моем, истинно, мои ученики. Пребывающие в слове моем. Так, ученики. То есть, когда пребываешь в слове Господа, исполняешь его в своей жизни, то ты, естественно, являешься... А как ты будешь уверен, что ты его исполняешь? Мы же исполняем по благодати, а ты эту благодать не получил. Ты не можешь исполнять слово Божие, я тебе докажу, легко. А почему я не получил благодать? Потому что написано, не почему ты не получил благодать, а ты не можешь исполнять без благодати. Написано, без меня не можете делать ничего, сказал Иисус, так? То есть ты не можешь ни одной заповеди без Иисуса Христа исполнить, так? А Иисус Христос каким способом помогает исполнять заповедь? Через благодать, потому что мы живем по благодати. Благодать – Дух Святой. А Дух Святой кому дарован? Он дарован был. Примите Духа Святого апостолам, 12 ученикам, которые этот Дух подают верующим, при том, когда у них есть духовное общение между ними. То есть я тебе уже дальше веду. То есть Дух Святой подается через апостолам верующим. Не просто Иисус дает всем подряд. Такой вопрос можно? Говорите, что апостолов сейчас нет и быть их по сути-то не может, да? Они были, их нет. Есть сейчас епископы вместо апостолов. Апостол буквально означает посланец, но заведите, посланец Христа. Или человек, посланный Христом на проповедь. Вот вы проповедовать можете? Ну кто определение? Подождите, подождите. Я вам задаю вопрос, вы проповедовать можете? Ну конечно, мы связаны. Это значит, вы посланы. Ну к кем посланы? Значит, вы апостолов, подождите. Вы апостолов сейчас можете сейчас прогласить? На основании того, что перевод... Ну это не логическое, это ошибка логическая. Какая ошибка? Отвечу, Юрий, отвечаю. Первый калифон, то, что мы недавно прочитали. Первый калифон, 12, 28. Во-первых, поставил кого? Апостолов. Подожди, ты мне сейчас... Я отвечаю, я отвечаю. Подожди, не два, отвечайте. Подожди, ты, апостольный на проповедь, ты можешь на себя соотнести к апостолу? Я могу сказать, что я несу апостольское служение, но я не скажу, что я апостол. Потому что... Подожди, значит, здесь набрали. Набрали, конечно. Смотри, греческий перевод, это... Набрали в определение. Это же не Библия, это вот определение, дядя сидел, писал. Это перевод дословно разжеванный для того, чтобы, так скажем, поправить некую корректировку. Я, если иду проповедовать, то, значит, я... Неправильный перевод. А сказал, а вы боги. Ты бог? Ты бог? Скажи, ты бог? Вот ты можешь сказать, что ты бог? Божество. Как ты божество? Я не божество, я... Аксо. Он сказал, вы боги, сыны с души. Я сейчас говорю не о боге, не о божестве. Я говорю о том, что вы можете быть апостолом. Апостолом с маленькой буквы. А, все-таки можете быть апостолом. Хотя бы с маленькой буквы, но можете. Могу. Но если с маленькой уже. С маленькой. Я тебе говорю сейчас, понимаешь? Вот, а как в Слове Божьем написано? Давай посмотрим, первое корректированное. Там же написано, кого Господь поставил. Но апостолы, мы сейчас только рассмотрели, апостолы, это посланы на проповедь. Нет. А зачем ты это вообще поднял-то все? Ты понимаешь, ты понятие подтусовываешь. Просто вы сказали о том, что апостолом быть по своему определению не может. Не может быть. Ну так оказывается, хотя бы маленьким ты можешь быть. Апостол, слово, в этом, в контексте определяет. Вот это сейчас, мы говорили, что маленький апостол... О каком апостольстве мы сейчас говорим? Апостольское служение. Мы сейчас говорим не об апостолах 12. Мы не о 12 говорим, а о том, что апостол может быть апостолом или нет. Вы сказали, маленьким апостолом, исполняющим должность апостола, вы можете. Да не должность апостола. Ну не тут ты. Юра, послушай, остановись. Апостольское служение. Есть слово Господь. Знаешь такое слово? Господь, я понимаю, есть. А Господа есть? Есть Господа. Вот. Есть Бог Единый, Творец Всевышний? Я сейчас говорю... Есть Бог, отвечай, я тебе вот давай. Есть, есть Бог. Бог. А можно назвать Богами тех людей, которые служат Богу? Нету. Как нету? Написано, вы Боги, сыны Всевышнего. Апостол, Псалом. Мы перешли на другую тему. С маленькой буквы Боги. С маленькой буквы мы все Боги. Псалома 111. Вот, подожди, остановись. Давай, откроем Псалома 111. Давай, я не знаю, куда хотелось. Нет, подожди, ты пытаешься, как говорится, развести на словах бабушку. Я не развожу, я внесу, подожди, чтобы у меня внесли ясность. Ясность, такова. Потому что вы не говорите сейчас словам. Я вас на этих словах ловлю. Вот ты ловишь таз. А мы сейчас тебе объясняем. Смотри, ты плохой ловец, все. Популярно рожуйте мне, чтобы до меня ушло. Популярно, слушай, мне внимательно, 81-го Псалома. Бог стал в сонный Богов. Каких Богов? Что, идолопоклонник? Давид, он допишет Давид. Маленькая буква. Бог, иди. Псалом Асафа. Бог стал в сонный Богов. Среди Богов произнес суд. Боги-то с маленькой буквы, это божество. Среди каких? Какое божество? Они не могут быть, по сути, по определению богами. Бог один. Един Бог. Слушай дальше. Послушай дальше. Среди Богов произнес суд, второй стих. Доколе вы будете судить неправедное оказывать лицеприятие нечестивым. Какие боги? Какие божества? Это и... Он? То есть Бог обращается к идолам или к людям? Не торопись. Идолы. Не надо торопиться. Это маленькие божки, которые не являются богами. Это божки и идолы. Зачем ты так торопишься отвечать-то? Так правильно. Давай внимательно прочитай, Юра. Давай. Бог стал в сонный Богов. В сонный Богов. Среди каких-то Богов. Мы не говорим каких, ты не знаешь еще. Среди Богов произнес суд. Он стал, произнес суд. И говорит, какой суд был? Доколе вы будете судить неправедное оказывать лицеприятие нечестивым. Потом продолжает. К этим же богам, каким-то маленьким богам. Давайте суд бедному и сироте. Угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Дальше к этим же башкам, говорит он. Избавляйте бедного и нищего. И строгайте его из руки нечестивых. А потом, шестой стих. Я сказал, вы боги. Вот ответ на вопрос. Сыны Всевышнего, все вы. Но вы умрете как человеки и падете как всякий из князей. Вот они где боги-то. Это люди. Боги-то не идолы. Это люди, которым дадут право судить. Он их богам к этим маленьким башкам и говорит. Зачем ему к идолам-то обращаться и говорят, давай не суд бедному. Ты за кого бога держишь? Есть и другое понимание, что есть некие мнимые боги, которые являются башками. Нет никаких мнимых богов. Есть единый бог всевышний. Это мои боги. Да ты придумаешь на ходу, они вообще ни в кого не верят. Вот что такое они сказали, это надо, чтобы он верующий был. Для меня человек один сказал, мой бог, это мои деньги. Ну и написано, их бог чрева, ну и что такое. Значит, это все мы знали давно. Вывод такой, Юрий. Апостол Павел, если ты сказал. Ты сейчас, ты, во-первых, показал, что ты не знаешь Библию. Совершенно. Вот, подожди, я даже с тобой спорить не буду, понимаешь? Меня ты перебеждаешь зачем? Я тебя учу, и ты должен ухватиться за мою ризу и сказать, Игорь, помоги мне спасти. Я тебе помогаю. Ты над меня наплевал. Ну, наплевал, потому что я тебе привел место писания, 81 стих. Ты закрыл планку и продолжаешь лепетать какую-то ахинею. Ты вот конкретно, я тебе задаю вопрос. Бог стал сонами богов. Кто такой бог? Ты бы задумался, а кто такой бог? Ладно, ребята, я закончу разговор на этом. Пойду, неделю подумаю, потом встретимся. Ты мне так ответил? Нет. Ты мне пошел что-то про каких-то идолов говорить? Так вот, подумай, о чем здесь идет речь. Слово Бог или Господь используется как в отношении Бога, но с большой буквы, так и в отношении людей. Мы назовем это с маленькой буквы. Также слово апостол. С большой буквы. Это апостол Христов и их только 12. И их служение только относится к их служению. Никого на земле не было с этим апостолом, с большой буквы, как слово Бог, как единый Бог. Так вот, маленькие апостолики вот такие, и как маленькие башки, мы, вы, я сказал, вы боги, сыны Всевышнего все вы, то есть он, ты, я, мы все боги. Но дальше что он этим богам говорит, маленьким? Ай-яй-яй, вы не делаете, как я говорю. Делайте, как я говорю, иначе вы умрете, как человек. Потому что вы ничего не делаете, как я говорю. Вот. Поэтому маленькие апостолы, и ты вот это определение прочитал из книги, изданной Российским и Библейским обществом. Кто написал это? Да я не знаю кто, и мне не важно знать. Почему? Потому что вот это синодальный перевод 1876 года написанный, это фефилак болгарский, далее он ссылается на Златоуста, текст я знаю. А откуда вот это определение С, на котором ты меня пытаешься как бабушку развести на словах, я не знаю откуда. Что за слова-то у тебя такие развести? Развести, то есть обмануть, обмануть. Вот бабушек обманывают иногда. Ну, это что-то, если именусь и детьми Божьими, то... Да у тебя тусовка есть слово, так что, что, слушай, каранчить? Можно я объясню? Давайте я просто... Просто призвать на особо, чтобы... Не нужно вот эти упоминать сленды вот этого... Давай, амилуи, 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 я согласен. Я раскаяюсь о своей... Аллиуи, молодец. Я раскаяюсь, все, все, мы раскаялись. Переходим в Библии. То есть мы сейчас говорим о том, что мы веруем в то, что в церкви необходимо быть присвятерам. А присвятеров ставили только апостолы. И вот эта апостольская власть принадлежала только апостолам. И Дух Святой, который подавал ему Иисус, этот Дух Святой был подан только апостолам. И этот Дух Святой подается через рукоположение своим... 7-7 евреям. Евреям 7-7 откроем. Откроем евреям 7-7-6? Уже нет. Почему? Апостол был... Это вопрос... Отвечать на... Уже мы тебе ответили на этот вопрос. Ой, нет, просто так будет. Подожди сейчас. Давай евреям 7-7 откроем. Ну 7-7 так, 7-7 нашел. Давай, читай. Без всякого прикословия меньший благословляется больший, написано. Ну вот. Вот апостолы, они большие. Они благословляли всех меньших. Во-первых поставили апостолы. Во-первых сначала идут апостолы. Теперь дальше. Присвитера. Вот они их подставляли. Присвитеров. Там еще и епископы потом пошли. Ну это вот как Тимофей. Эфесянам 4-11. Когда мы читали. Ну нет, я согласен. Меньше благословляется. Градация все понятная. Больше. Ну а кто меньше, кто больше, мы должны выяснить. В положении. Если бы сейчас он победил. Мы сейчас опять запутались и сказали. Да, эти ученики это все апостолы. То есть это мы. Значит мы тут можем благословлять кого хочешь. Вы хотите сказать этим словом, что мы не можем благословлять большего, если мы меньше. Да. А что тут? Не можем. Мы меньше. А что, ну читаешь? Мы даже не можем Бога благословить. Да как благословить? А как ты Бога благословишь? Бог тебя благословит. Ну а что вы понимаете под словом благословить? Я вот понимаю именно, что оно составлено из двух русских слов. Благословить. Благое слово. Сказать благое слово о чем-то. Благословение, это не просто только благое слово. Ну как вы определите это слово? Благословение. Может быть о чем-то другом написано. Я задам вопрос. Слова тоже имеют значение. Скажите, Кьюрио, чтобы я немножко вначале вернусь к нашей беседе. Вам рассказали, что есть церковь. Вы поняли, почему именно надо находиться в церкви. Что есть церковь и почему надо именно находиться в церкви. Как вы поняли сейчас? Вот можете объяснить? На основании Слова Божьего. Как вы нам, мы сейчас вам Тихиописания приводили. Как вы поняли? Если не поняли, я готов. На основании Слова Божьего? Именно что есть церковь И почему надо быть именно в церкви Что ты вне церкви находишься Объясняю Церковь это собрание избранное По Библии Я считаю что церковь Это собрание верующих Которые собираются Чтобы прославить Иисуса Христа Которые собираются во имя Иисуса Христа То есть Верующий в меня спасется Вот так написано То есть Мы вот верою спасаемся Верою Теперь второй вопрос Какой ты там задавал Почему важно именно находиться в церкви Почему важно Потому что Иисус Христос Он провозгласил себя Лозой Я есмь лоза А вы ветви Я есмь лоза А вы ветви И если ветви отлепится от лозы То она вне церкви Мы должны быть прилеплены к церкви К этому собранию Избранных верующих во имя Иисуса Христа А как вы узнаете что вы находитесь в церкви? Как узнаем? Да Как ты понял что вот ты пришел Сто тысяча эдиков сидит Или юриев Или как ты определил что это церковь А не другое что-то А рядом вот такие же То есть апостол Павел Он объясняет это так Духа Антихриста И Духа Святого Различайте так Если человек провозглашает имя Иисуса Христа В своей проповеди И провозглашает его Господом и Спасителем своим То он от Бога А если без Иисуса Христа Он не от Бога Смотрите я вам приведу писание Эфисянам 4 глав 5 стих Апостол Павел говорит так Один Господь Одна вера Одно крещение Согласны? Один Господь Одна вера Одно крещение Но я согласен Господь говорит Мы читали в Матфея 16-18 Господь говорит И создам церковь И врата ада не одолеют ее Читаем дальше В Деянии 2.47 Почему? Я отвечаю на ваш вопрос Что из церковь Это что Господь создал свою церковь Рукоположил эти 12 апостолов От них пошло вот это вот Дальше То есть 12 апостолов Это и есть церковь В дальнейшем Когда Дух Святой сошел Да Потом мы читаем Деяния 10 главу Когда уже язычники присоединились Они вошли в церковь Это мы читаем Когда через корни 2.47 еще Да Самое главное Почему именно находиться в церкви Это Деяния 2 глава 47 стих написано Прилагал спасаемых к церкви Спасаемых Читаем Матфея 7 глава 21 стих Господь говорит Не всякий Говорящий мне Господи Господи Войдет в царство небесное То есть Не каждый Апостол Павел говорит Что Всякий Кто призывает имя Господне Спасется Согласно рассуждению Любых червей Я с одним баптистом Беседовал Мы с ним беседуем На остановке Говорит Стрит женщина Если вокруг нее Соберутся другие люди А то есть церковь Вот вы как Ответили Вот так же Читая Слово Божие Читая из участия Соберутся Я уверовал во Христа Они будут в церкви Будут Будут А Господь говорит Прилагал спасаемых церквей Для чего-то Создавал свою церковь Вопрос Для чего Во-первых Вы Считаете себя церковью Считаю Я в церковь Вы в церковь входите Или вы считаете себя церковью Мы есть церковь Мы есть церковь Мы в церкви находимся Да Да В церкви находимся Если к вам подойдет Бабушка И Вы ее начнете учить И она покается То есть Она уже Она не будет церковью Нет Она не будет церковью И мы просто не церковь Вот Ты сказала Мы церковь Мы не церковь Мы церковь тогда Когда мы храм Выписаны У меня храм Божий И Дух Божий живет во мне Но я не церковь Если ко мне сейчас подойдут Хоть сто эдиков Или сто игрек Мы не хотим Он сказал Я храм Мы не церковь Я не церковь Я не церковь Один человек Он не церковь И вы два не церковь И миллион таких как мы Мы не церковь Ну а если мы вот Нету епископа Соберемся во имя Иисуса Христа Мы соберемся Мы не церковь Мы не церковь Нету А что нужно по вашему церкви Это постольный И даже если зайдешь в храм Мы в храм Игорь Я объясню Я объясню Когда вам Игорь пытался Брату объяснить Что есть церковь Чем она вообще отличается От других Ковицы протестантки Там Два пункта Два пункта Первое Это священство Как мы читаем Я вам просто стихи Писание зачитаю Чтобы вы поняли Первое Тимофею 5.22 Даже Второе Тимофею 1.6 Апостол Павел говорит По сей причине Напоминаю тебе То есть Тимофею Он говорит Возгревать дар Божий Который в тебе Через мое рукоположение То есть Апостол Павел Рукоположил его И в нем есть дар Божий Вот Именно через рукоположение Идет речь о рукоположении Дальше он пишет Первое Тимофею 5.22 Рук ни на кого Не возлагай поспешно И не делайся участником В чужих грехах Храни себя честным То есть Опять же идет О рукоположении Не возлагай То есть На другого человека Теперь уже Тимофей Чтобы не возлагал Поспешно Дальше мы читаем Титул 1.5 Вам желательно записывать Потому что вы дома разобрались Вы сразу Объясните дальше Я вам отвечаю Я вам отвечаю Я отвечаю вам Что есть стерковь Это чем он отвечает Что в ней Есть рукоположенное Именно священство Первое Вот что на основе Первого отвечаю Рукоположенное священство Да От апостоль Это епископы Подожди немножко Он хочет так Гляди Вот первая схема Апостол Павел От кого вошло С рукоположенное Слушай Гляди Вот где апостол Павел Хороший вопрос Вот апостол Павел Первое Тимофею 1.6 А нет 5.22 Да Первое Тимофею 5.22 Вот так Тебе понятно? Вот он говорит Апостолу Тимофею Как? Рук ни на кого Не возлагая поспешно Не, не, не Подожди Это не то Начало Второй Тимофею 1.6 Я начал считать Второй Тимофею 1.6 Вот Первое Апостол Павел Уже будучи апостолом Так как его Его уже Рукоположил Уже Это было еще В Дамаске Он стал апостолом Да Он 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 Его не Рукополагал А он Его просто Там написано Рукоположил Ну-ка Давайте Вперед Как хорошо Что зачитать Восьмая глава Про Анна Где они? Да Где они Восьмая глава Апостол Павел Да его Рукополагали Там много раз Еще Да ну Что там Много Зачем Рукополагали 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 Раз А потом Апостолы На служении Рукоположили Да Да Ну это Мы покажем Только через Рукоположение Да Мы покажем Это Я думаю Ты открываешь Деяние А ты что-то Деяние А деяние Восьмая глава Ну где Апостол Павел Идет В Дамаск Деяние Восемь Анания Господи Благослови Итак И говори Спроси В доме Торсянина По имени Савла Он теперь Молится Я видел В видении Мужа Именем Анания Пришедшего К нему Возложившего На него Руку Чтобы он Прозрел Анания Отвечал Господи Я слышал Многих Так и дальше И дальше И Приходит И я покажу Ему Сколько он должен Пострадать За имя Мое Анания Пошел И вошел В дом И Возложив Господь Вяческий Который Послал Меня Чтоб ты Прозрел И исполнился Святого Духа Прозрел И исполнился Святого Он стал Апостолом Он стал 13 Апостолом Больше Апостолов То есть Теперь Вопрос Такой Вы Исполнены Духом Святым Стоп Подожди Теперь Мы продолжим Ты зачем Эти нам Вопрос Апостол Павел Вторая Тимофея 1 6 Теперь Апостол Павел Уже Апостол Дальше Как он Говорит Тимофея Причине Напоминаете Возгревать Дар Божий Подожди Ты опять Не тот Ну Дальше Первое Которое Себе Через Мою Рукоположение Вторая Тимофея 1 6 Вот Видишь Через Мою Рукоположение Рукоположение Тимофея Атанане Рукоположенной И теперь Апостол Тимофей Причины Рукоположение Да Да Причины Причины А вот Слушай Причина Прозреть Он Причина Он Причина Он Причина Из меньшего И Становится Больше Нет Я прочитаю А Ты понимаешь Понимаю Это Как иначе Это Как иначе Он По какой-то причине Это Какой Он Учительный мы все это видим, так правильно же? Он достойный человек, чтобы стать высшим, но он пока что еще не такой, не рукоположенный, и когда рукоположение... Вы считаете, что вы говорите сейчас, опираясь на этот стих, неоспоримое вот это вот слово, то есть неоспоримое, то есть аксиома, никто другого мнения больше не может Евреям 7.7, и вне всякого сомнения, больший рукополагает меньшего, меньше рукополагается больше, больше ничего не сделать, то есть если ты считаешь, что апостол Павел, он апостол, и он выше, чем Тимофей, я понял, к чему вы клоните, вы хотите сказать, что слово Божье, вот как оно сказано, оно не может рассматриваться с разных сторон, как вот там какой-нибудь бриллиант, да? Рассматривай его сразу, давай, давай, подожди, подожди, можно, а почему здесь вопрос, о нашей благодати, ты сейчас спросил, вот этот вопрос, к чему ты хочешь? Одному человеку Бог в сердце вложил, к примеру, вот тебе, Игорь, такое, такое откровение, да, об этом слове, или ты это научен этому, я научил это толкование, я вообще, то есть один способ, каменная кладка, как отделку делать, один способ, замеси, замеси смесь к Мауф по-другому, и она выйдет камнем, замеси ее правильно, она выйдет. Игорь, Сережа звонит, алло, Сережа, сейчас отъедет он, ага, давай это, Игорь, иди, отгони машину. Ну, все-таки много времени прошло, мы-то думали. Как интересно с вами разговаривать, оказывается. Ну, главное, что ты, главное, ты знаешь, что при любом раскладе, даже если мы тебя считаем, что ты сектантом или еретик, мы никогда драться не будем, то есть там, кидаться на тебя, но ты вот так понимаешь, мы знаем, что ты так понимаешь, ты думаешь, я не знаю, как он понимает, мы с ним беседовали неоднократно, он забыл просто, он ко мне не раз подходил на площади, и мы беседы эти проводили по местам писания, но он так же не записывал, и так же ничего не запомнил. Не считая в этом необходимости. Видишь, он так и говорит, а мне это надо, и так он и ушел от меня, сказал, а мне это надо. По определению, вы тоже ими сектантами. Нет, 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 я дальше, вот, например, у меня вопрос. Определение секты, подожди. Отсеченные, подожди. Нет, 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 подожди. Мы должны запомнить вопрос. Мы должны вопрос, освященцы закончить. Я тоже запомню. Потому что, смотри, вот я задаю вопрос. Вы поняли, почему именно в церкви должно быть институт священства, именно что рукоположение? Почему именно должно быть в церкви, чем она отличается от других протестантских направлений, именно тем, что есть рукоположение? Почему должно быть в церкви именно рукоположение? Так у вас, кстати, оно и есть. Мы можем с этого уже пойти. У вас все равно есть какие-то епископы. У вас Сергей Сергеевич? У нас есть. А он и епископ. Да. Ну, я знаю. У вас есть учителя. У нас есть учителя. Его же кто-то рукополагал, правильно? Вот теперь нужно так рассматривать. Не то, что вы полностью отрицаете это рукоположение. Нет, вы не отрицаете. И если вы будете говорить с Сергеем Сергеевичем, и я с ним беседовал, кстати, он эти места знает. И он говорит, ну, конечно, мы рукоположены. Вот теперь нужно смотреть, когда рукоположены, кем рукоположены и в какое время. И вот теперь градация церкви по времени, она очень важна. Ты уже не скажешь мне по барабану. Вот тут мы говорим, мы от апостолов. А вы когда? А вы называете дату 1641 год. Джон Смит рукоположился в Тензи, сам себя. Потому что он решил так, что остальные все не правы. А он прав. Все. Он был, кстати, священником. Сам себя рукоположил в епископы. И стал, и создал первую баптистскую общину. А баптистскую общину? Не Мартин Лютер. Мартин Лютер, это был, это 1600. Который сказал, что праведник верою спасется. Ну, он как бы общее направление дал, Мартин Лютер. От него уже начали отходить анабаптисты, там кальвинисты пошли и так далее. Но даже сам Мартин Лютер, если ты историю хорошо знаешь, его в Виттенберг украли. И когда начались все вот эти волнения, и уже кальвин у себя в Швейцарии организовал целый город, государство религиозное, на протестантской основе, он еще переводил Библию на немецком языке. И когда он вышел оттуда через 6 лет, он удивился, а потом ужаснулся. И он отрекся от всего того, что натворили эти так называемые протестанты по его образу и подобию. Он сказал, я об этом не говорил, что надо людей убивать, что церкви громить и статуи там Христа разрушать и Богородицы. С этого же начали это в конечном итоге. То есть начали не с того, чтобы духовно подняться выше, а все как всегда у людей. Люди-то протестанты, они же не были уже уверовавшие вот такие вот во Христа, даже такие как вы и они не были. Почему? Да потому что они были католики еще. Они были со всеми вот этим подлостью и всей грязью, которая внутри. Их надо было только направить-то ко Христу выше. Что? И начал правильно Мартин Лютер. Он что сделал? Да он взял латинскую Библию и начал переводить на понятный немецкий язык, чтобы люди понимали, какой Христос великий и благородный, и смиренный, и кроткий. Христос ни одного раза не упоминает, что он Бог. Мы сейчас бьемся с этими сектантами, с этими даже сатанистами, можно сказать, эти так называемые свидетели иеговы, и не можем ничего доказать. Он ни разу не сказал, я Бог, нету такого. Говорит, я есть мсущий, я отец одно. Почему? Скромность и смирение Христа. И Мартин Лютер на это хотел показать, но не смог. И во что обратилось? Великие войны, сотни тысяч убитых в Германии, во Франции гугенонские войны. Мы говорим о 1641-м, а это 1526-й. Сто лет прошло уже, когда вот это все. Тем более, что он, этот, Джон Смит, он был англичанин. Англиканская церковь, она пошла немножко по-другому пути. У них там поменьше было крови. Мы говорим о Европе, а ты вообще не о том даже сказал. Там больше влияние было Виклифа, это английского проповедника 14-го века. Я вообще придерживаюсь такого мнения, что доказывать никогда ничего не надо никому. Потому что человек спасается и приводится ко Христу, то есть под влиянием Духа Святого. И Дух Святой касается сердца человека, когда он начинает верить, и он начинает понимать Слово. Спасение по вере. Да, спасение. Ты не можешь прочитать местописание какое-нибудь? Не от себя придумать слова, а вот местописание прочитать. Доказывать мы не можем тебе. Давай, да прочти. Не надо доказывать, а нужно вот так и ты дальше. Только и Слово Божьего. Вот ты сидишь с Библией, а от себя говоришь. Понятно, понятно. Я-то тебе историю рассказывал. Ты уж меня прости, что так получилось. Небольшой момент по определению секты. Вы называете сектой. Вот сейчас это говорит. Брат, ну что, отогнал? Секта, секта. Сектанты по определению являетесь и вы. Ну ладно, еретики, все. Еретики. Не-не-не, я имею в виду секта же это... Секта и юридики это одно и то же. Люди направлены в одно мучение. Вот определение секты. Мы давайте дебильский теоретный Бог использовать. Подождите, сейчас скажет он о церкви, что он думает. Пример вот так вот. Кстати, нам надо уже закругляться. Ну давайте тогда на этом закруглимся. Я вот все в том же, что выясним. Мы сейчас выясняем друг друга наше мировоззрение и так далее, но вы уже начинаете понимать немножко, что мы хотим сказать. Мы должны увидеть нашу разность. Вот мы определились, чем мы схожи, определили. А теперь чем мы различны, уже более-менее понятно? Да, чем различны, это уже более... Да, потому что если чем мы схожи, это масло масляное, друг дружку наглаживают, ты молодец, ты веру, ты проповедуешь. Подожди, теперь определение конкретное. Почему вы новая жизнь, а мы православные христиане? Ну и разные вообще. И у вас там вот так ведется служение, у нас вот так ведется. У нас есть одинаковое тоже, но мы же в разных сторонах. Теперь надо определить, откуда эти недопонимания пришли к нам? Вы должны конкретно поставить какую-то тему, которая вам интересна. Вот мы сейчас практически все время говорили на тему священства и церковь. Но все это сумбурно, и все это, как говорится, мы катили два колеса, видать, два огромных кома. Нужно взять одно направление, допустим, о священстве или о церкви, последовательно. И тогда его излагать. А чтобы было яснение? А чтобы так сказать? Нет, у вас должны быть какие-то какие-то недопонимания по этому вопросу. То есть ты должен сказать, я вот это не понимаю как. Или ты говоришь, а я считаю, что не так. Это нужно вот так. Но местом писания, ты докажи это местом писания. Мы тебе местом писания прилагаем. И вот толкование православной церкви. Чтобы было недопонимание, я скажу так. То есть, Эдуард, в этой стадии вы не являетесь, вы не спасетесь, вы не со Христом. То есть вы не привиты к лозе, к виноградной. Вы ее обрубили, понимаешь? Сейчас ты болтаешься на каком-то, не знаю, на шкурке на этой, но ты отрубил. То есть ты не в лозе, ты не в церкви, и ты не спасешься, сто процентов. Ты держишь Библию, или в Библии будешь спать на них, ты не спасешься. У вас самотолкование Библии, во-первых, вы ее неправильно понимаете, и ваши лидеры, которые вас учат, или даже ты учишь кого-то, вы ее неправильно понимаете. Это первое. Во-вторых, из этого следует, что вы не имеете священников, через которых Бог подает благодать, которая была дана этим священникам через апостолов, через апостолов, через епископов, и дошла до наших дней. И вы эту благодать, сок благодати, не получаете в себя. А значит, вы не во Христе, вы не спасетесь. Дай я поясню. Христос в 6 главе, Евангелия Танны говорит, кто не будет пить крови моей, и есть тело моего, тот не будет иметь жизни вечной. Что непонятного? Понятно? И вот теперь, как употреблять тело Христово и кровь Христово, можно только в истинной церкви. У вас этого понятия даже нет. Мы сейчас говорим о дарах, которые Господь дал церкви своей. И этих даров семь. То есть, Эдуард, наша задача была помочь. Одно из них, это как раз то, о чем мы хотели говорить, о хератонии. Хератония, это по-гречески руки, рукоположение. Рукоположение. Это одно из даров, которые Бог дал церкви. И это может делать только большие, вот как мы и читаем. И теперь эти большие, они от апостолов, через вот этих епископов, они идут, идут. Потом патриархи стали, там папы святые есть. В какой-то момент они проявались, это 1054 год, запомните. Это отделение католической церкви от православия. И пошло дальше. Все очень легко. Католики отделились, православная церковь как была, она так и осталась, и пошла дальше. И вот эти вот епископы, и сейчас 7 православных церквей есть, в которых вот это рукоположение, от самого апостола Павла, от апостола Андрея, считается, что, ну как греческие, они рукополагались на апостола Андрея. Это вот тоже в последнее время. То есть это вот это и есть как бы та лоза, через которую идет сок, благодать, сок. Ты получаешь ее через... И теперь тебе с твоей верой, с твоей верой, с твоим желанием, вот я вижу, ты в Библии читаешь, я не спрепал, знать Христа, теперь только надо направление к церкви обратить. То есть вот эта система... Чтобы быть истинно в церкви. И тогда соки, новые силы будут тебя влиты. Вот эта ветвь рукоположения, которая идет от Анании к Павлу, от Павла к Тимофею и так далее, дошла до местного епископа, их священникам, вот эта ветвь, теперь ты должен, как младенец к титьке, присосаться и пить это молоко благодати. Сейчас. При этом, а оно в тебя потечет, не просто ты пришел к нему, потому что вокруг батюшек крутится очень много людей. А чтобы ты, это молоко начал сосать, вот тут как раз тебе нужна вера в Библию, в которую ты веруешь. Но у тебя нету источника, понимаешь? Вера есть, а сока-то нету. Ну и конечно... Почему вот так уверен? Ну почему? Потому что... Ты получить не можешь благодать от Христа. Потому что мы читаем толкование. Ты знаешь Христа. Ты знаешь Христа, Эдуард. Юра знает Христа. Вы в Него веруете. Вы понимаете, что только в Нем силы и спасение. А получить от Него благодать не можете, потому что соску-то вы. выкинули на помойку, она у вас там зарыта. Вы откопайте ее, мы вам эту соску несем. Да мы вам показываем. Мы вам показываем. Если тут тебе гордость мешает, что мы учителя, да не мы учителя. Вот я сам по ней учусь. Я беру, читаю. На, читай, пожалуйста. Я тебе дам эту книгу. И вот понимание... Что такого-то? Эдуард, чтобы ты понимал, понимание благодати через рукоположенных пастырей, от которых это наши няньки, через которых мы получаем эту благодать, это понимание с первого века до наших дней. Любой век называй, и мы можем тебе показать тех людей, которые также понимали это учение, как и мы сейчас. То есть моя задача... Я тоже могу показать. Нет, ты не покажешь. У тебя просто данных не будет исторических. Ты что? Вот смотри. Сам смысл, Эдуард, в том, чтобы ты спасся. Спасся. И вот наша цель встречи. Если ты сейчас скажешь, а мне наплевать на них. Ну ладно, мы свою миссию выполнили. Прости, брат, а как тебя зовут? Игорь. Игорь. Тоже Игорь, да? Да, мы два Игоря, два Игоря Владимировича. Вы курите? Нет. Нет. А ты куришь? Никогда не курили. Ну я получилось так, что не курил. Если уж просто взять одну затяжку за всю свою жизнь, 38-летнюю, я не считаю, что это курил. Это было когда-то, я так и не закурил. А ты куришь? Нет. Тоже не курили. Нет, я не курил и не курирую. Я когда-то курил. Нет, я даже не знаю, что это такое. А правда говорят, что в православной церкви разрешается пить водку? Нет. Водку нельзя. Ну люди, которые, как ты говоришь, лже-православные, конечно, пьют. Они пьют, там что угодно делают. Лже-православные. И курят, и грешат, и блудят, и в конечном итоге говорят, а я православный, кот, кресло, все в пузо. То есть нет. В православной церкви это церковь Христова. В ней нельзя ни курить, ни пить, ни материться, ни воровать. То есть это все в церкви. А если человек это делает и называет себя православным, значит он лжец. И вот нас, к сожалению, когда мы это говорим своим так называемым братьям православным, они нас не считают православными, они нас называют уже сектантами, протестантами. Еще вот такое множное вопрос. Говори. Мне интересно вот так вы отвечаете. Вот Иисус Христос один раз провозгласил «Как вы узнаете их?» Ну, а узнать их можно только по плодам. По плодам их узнаете их? По плодам их узнаете их. Что вы можете сказать о плодах? Ну, как вы понимаете слово «плод»? Духа есть там любовь, долготерпение. Вот надо читать, какие плоды Духа Святого. То есть это вы эти плоды имеете? Ну и плоды еще есть. А вот и чему он учит человек? Это плод Духа Святого. Чем он не только что делает, но и чему учит, это тоже плоды. Если он учит не лжеучитель, он бывает, знаете, какой добродетельный человек, бывает они вот и в тюрьмах сидели, и там за Христа страдали, там бойко. Это надо поучиться у него, его стойкости в вере. Но он лжеучитель, он учит неправильно. Значит, плоды его ложные, с червоточиной, значит, не от Бога это и все. Ты скажешь, а я живу правильно во Христе, я немощный, грешу, но я в церкви, потому что я принимаю священство, я молюсь, покаюсь, но я знаю, куда прийти мне, а ты не знаешь, куда прийти. То есть я знаю, где больница, где врач, где инструменты, где целебница, а ты этого не знаешь. Ты даже не знаешь, что ты болен, какими болезнями. То есть те болезни, которые я вижу в себе, ты даже их можешь не видеть. Почему? Не потому, что я умный или хороший, а потому, что меня долботеса научили. наши показали мне мои грехи. Я через книги понял, я даже не понимал, что это грех. Я думал, что, допустим, я вот Библию верую и все, я молодец. А оказалось, что это вот даже только начало Библию в руки взял. Это как маленький младенец начал только ходить ножками своими. А еще ему надо стать чемпионом. А чем тогда вот отличаются вот эти слова плодитесь и размножайтесь, плодитесь и размножайтесь? Это скалькомусство, это боксство. Бог сказал кому это? Плодитесь и размножайтесь, это еще в Ветхом Завете. Слово плодитесь, это от слова плод, как я понимаю. А слова в Библии имеют разные значения. Разные значения. Надо конкретное слово рассматривать, в то, в каком смысле оно было произнесено. Как вот сегодня Юрий сказал, там апостол, апостол, бог, боги, господ, господ. Как? То есть, господ, господ, царь царей, господ, господ, поют. Господствующий. Царь, кто был? Мы Бога называем царем? Называем. Но был царь Давид, был царь. А что, он получается Бог? Имеется нет. Во-первых, царь царей, господ, господствующих, а не господ. Ну, сокращают и господ. Есть песня протестантская такая. Да, есть такая протестантская песня. Царь царей, господ, господ. Слава, Лея! Вы были, да, среди протестантов? Ну как мы? Не то, что мы были среди протестантов. Мы изучаем творчество протестантов. Творчество. Его изучаем. А мы изучаем творчество православных да вы вы можете хоть за изучаться но у вас священство то не будет у нас есть священство почему вы так настроены против нас я за тебя наоборот я за вас я за то чтобы вы глаза открыли свои дачи то есть мне нравишься ты но не нравится тот кто в тебе почему я не знаю кто в тебе я знаю что в тебе не понимание незнание а я думаю уже не незнание а противление то есть одно дело человек не знаю против лена до бывают дух противления то есть вот юрий начал противиться одно дело не знал вот я сейчас сказал ты что слушает действительно я не знал давайте я подумаю подумаю неделю там месяц но какие проблемы но иди подумай мы будем работать молиться через неделю месяц мы встретились да я понял то есть вы как я понимаю не слышите голос Духа Святого голос Иисуса Христа в своем сердце конечно слышим а как бы мы жили без Христа а можно такой вопрос секундочку не 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 а как слышите я на него вопрос задаю не 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 я вопрос задаю как вам слышит Игорь 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 Я мало говорю один вопрос просто задать мне просто интересно все говорят о своей конфессии или о своей номинации что вот кого не спроси кому не обратись и все претендуют на преемственность своей церкви вот столкнулся со святой Игорь 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 и они говорят у нас самая истинная динаминация все остальные это левые они заблуждены подождите подождите я еще не закончил католики они говорят о себе тоже самое все протестанты церкви и в том числе православные они поклонятся предпапой все они пока заблуждаются но придет время когда все они вольются так же говорят о себе православные если сказать о адвентисе седьмого дня они говорят послушайте вообще все заблуждаются потому что отошли от субботы и православные и католики я говорю я слушал я теперь говорю смотрите вы субботу не соблюдаете вы уже не являетесь так скажем правильным вы отошли от субботы по определению адвентисе седьмого дня вы уже потеряли спасение лишь только потому что вы сместили заповедь а смещена заповедь была по истории если взять историю то католическая церковь сместила заповедь день поклонения место субботы стал день поклонения воскресенье это скажем мы уже переступили границу я говорю о том что каждая конфессия религиозная она говорит о преемственности и к чему веду если вы говорите о преемственности что у нас самая правильная церковь вы значит достигли совершенства но такого же не может быть что все люди пришли в единое понимание и стали совершенными людьми мы не можем здесь по определению быть истинными истинными последователями Христовым лишь только потому что у нас есть недостатки и мы можем ошибаться и мы ошибаемся и на истинность и преемственность своей динаминации я не думаю что нужно делать упор это это гордость религиозная религиозная гордыня когда человек говорит о том что его динаминация или его конфессия она является самой правильной и непоголюбимой вот это главная и большая ересь и религиозная ересь и еще раз раз говорю ересь потому что не может она быть истиной и достоверной и верной не надо я еще ничего сказал я слушаю вас просто это это ошибочное понимание и заблуждение это про нее почему я вам объясню потому что писание говорят что всякий человек лжив это говорит слово Божие если писание называется лживым то мы не можем по определению быть правдивыми потому что у нас мы еще по своей сути мы еще жрем мы еще где-то что-то привираем для того чтобы показаться выше одних других нужно просто смириться и сказать да мы не совершенны мы стремимся к совершенству мы стремимся быть истинными ну это 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 долгий путь вы что ты получается лишь вы все нет 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 я как-то решил что врет кто-то потому что нету человека совершенного вот скажи это совершенный если ты совершенно совершенно почему тогда сидишь здесь на диване ты скажу я лгу или говори правду лужишь то есть я лгу в чем потому что писание горшит лжи нет в чем я лгу во многом уже всякий че лошадь дьявола дьявол был человека убийца от начала лжицы учись лжецов в озере Огина и я где-то значит твоя участь в озере Огина и я где-то лгу в каком-то 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 в чем ты не осознанно где-то может быть получается лгу но это лишь не потому что я это делаю осознанно а лишь только потому что я не научу ты сейчас и лжешь вот сейчас я слушаю тебя я помню полностью ложь и демон сзади стоит и лжет и лжет и лжет и лжет и лжет по поводу всего ты лжешь вот и все я считаю что ты лжешь а даже вот когда допустим эдуард говорит по библии он не лжет и разные вещи даже вы два человека вроде бы из одного замеса а вот он не лжет я вот реально вижу читает библию говорит о благодати я вижу что человек просто не до конца чего-то понимает но он не лжет ну а ты лжешь ты прям всех уже сказал во первых придумал какие-то выдуманные слова конфессии динаминация нету в библии таких слов есть церковь истинно единомыслие и есть ересь лжеучителя вот и все и нигде апостол павел и не говорит что ладно будьте все там во лжи пребывайте он говорит будьте в истине будьте в единомыслии я естественно и вы будете в истине говорит христос если ты утверждаешь что нет человека находящегося в истине в истине ты означает что нету ни одного христианина и христос вообще не имеет силы сделать ни одного христианина значит ты говоришь что христос слабый ты лжешь на силу христову а люди которые утверждают что у них истина они понимают что истина есть но они просто не знают этой истины и искренне заблуждаются это совершенно разные вещи. Если католик доказывает, что у него истина, значит, он верит в истину. Он считает, что истина есть. И он в этой истине. Да, он может заблуждаться. Почему свою истину? Он ищет истину Христову. Брат, все соматились. А ты всех под одну греху. Брат, раздыши. Я соматились от пути. Защиту, защиту, это, скажу Юрия. Он так просто... Я тебя защищаю. Я защищаю. Господь крепость моей защиты. Я защищаю твои слова. А ты меня знаешь, почему не любишь? Потому что я тебе правду раскрыл. И ты на эту правду не понял. Где-то я уже это слышал. Слушай внимательно. Слушай внимательно. Ты слышал звон, да не знаешь, где он. Ты просто слово Божие плохо знаешь. Это послание к Иоанну. И Иоанн как раз об этом и говорит. А я как один из апостолов скажу. Я почитаю себя не знающим. А вы все знаете, потому что у вас гордыня религиозная. Вы возгорделися. А я почитаю себя не знающим. Ты в гордости и пребываешь, ты себя с апостолами связываешь. Эти слова не к тебе относятся, не к твоим словам. Ты говоришь, я как апостол скажу. Он почитает себя не знающим. Понимаешь, то, что он не знающим... То, что ты говоришь, оно тебе... Писали, говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот я и подражаю. А апостол Павел говорит, почитаю себя не знающим. Чего не знающим-то? Невежды в слове. О чем он говорит? Ты даже места это не можешь понять. Он говорит только о знании Христа. Да, все остальные знания он говорит, все, долой. Упразднены. Он все знания свои, он имеет огромные знания. Но он эти знания ставит ни во что. А знания Христа ставит вперед. А ты и Христа не знаешь. А я почитаю себя не знающим. Да, я Христа не знающим. Да, я Христа не знающим. Все понятно. Ты декларироваешь вошь. Обиделся. И ты бишь несовершеннен. И без мест Писания тебя ты в Тарабачину какую-то наговорил. Обидывай. А мы должны сидеть это теперь раз с любовью. Обидывай. Давай вместо Писания говори. Мы тут столько уже перечислили. Никаких твоих вопросов не слышали. Давай говори. Обидывай вообще не меня. Чего ты держишь рука? Я не обижаюсь. Ну говори, доказывай. Ой, ой, не обижаюсь. Дуешься. Он даже за то, что мы беседуем. За все беседуем. А что от Католиков ушел? Я не работал просто, подрабатывал. Да, это собираетесь вот так вот в определенное время, ну чтобы рассуждать. Понимаешь, мы вот по толкованию рассуждаем-то. В отличие от тебя. Ты вот, я так думаю. А у нас нету, я так думаю. Мы прочитали. А вот теперь комментарии. Вот, бляди, видишь, теперь маленькие буквы комментарии. На проповедь у нас в церкви отступление какое? У нас проповеди нету в церкви нормальной. И священники не могут правильно от этого проповедовать. И миряне не идут в люди. Почему? Потому что, как вы сказали, любому выйди, спроси, ты кто? Я верующий православный. Теперь он так же, как ты, скажет. А чем вы меня учите? Идите учите тех, кто не знает. А я вот в церковь хожу. Я вот туда два раза в год целый хожу. А мне что учить? Я знаю, там батюшка мне прочитал, все понятно. Ты думаешь, что ты сказал, и она сказала, бабушка, это две разные невесомые вещи, они такие же. Ты по Библии сказал, а она от тебя. И попробуй ей доказать. Невозможно. И теперь, кто в этом виноват и что делать? Что теперь, руки сложить? Да нет. Вот, вот оно пробивает. Вот что все пробивает. Господь говорит, слово мое, не если молот, который разбивает зеркви. Вот где истина, вот где истина и люди, которые читают. И мы теперь с этим словом идем, и мы теперь с вами сидим беседуем, только потому, что мы идем с этим словом по улицам и несем это слово. И нас еще на этих словах никто не поймал. И ты меня тоже тогда ловил-то. Ты что на площади убежал от меня? Ты забыл? Ты меня тоже все ловил за слова, да не смог поймать. И меня не поймать. Спасибо. Я не ловлю никого. Да ладно, перестань. Ты, Саша, сказал. Просто я к тому веду, что может быть и такое, что если что, ну мы можем... А, ты думаешь участвовать в обсуждении, слава божьего? Ну да, да, да. Ну это вообще было бы самое правильное. Вопрос Эдуарда был правильный. Он сказал, сколько раз вы собираетесь? По-моему, три раза. Три раза в неделю. А не три раза. Я вот, к сожалению, не собираюсь. Нет, мы четыре раза еще посказали. Да, три раза в среди недели, потом в четвертый раз в воскресный день. То есть четыре раза получается у нас собрание. Я отдельно собираюсь два раза. У меня Гедеон идет, я в понедельник на Гедеоне. И четвертый, я и Гедеоновец. Он Гедеоновец. Ну, к нам вот приходили Гедеоновцы. Гедеоновцы, да. Мы сидим еще там. Мы сидим там еще, разбираем слово божье. Вот мы снимаем на камеру, когда раздаем, по квартирам ходим, по улицам прям ходим. На разных мероприятиях. Это вы YouTube скидываете вот эти материалы. И мы, у нас YouTube есть. Кстати, вот у вас там есть. Это можно даже не будем оставлять еще раз. Ну да, мы пока еще не будем у нас, потому что совет есть. Мы посмотрим, как, что было, полезно это или не полезно. Слава Господу, за ваше убеждение. Я много с чем согласен. Много схожего с моим мнением нахожу. В местописании, во-первых. Слава Господу. Ну, конечно, я еще не до конца научен. И в Библии я верю в Слово Божие очень искренне. И апостол Павел говорит, те, кто знают много, можно сказать, что они ничего не знают вообще. Не знают так, как надо знать. Кто думает, что знает, что все. Кто думает, что. Это не значит, что он знает много. Не то, что знает много. Он может быть знать мало, но думает, что знает много. А апостол Павел знал очень много. Он всегда считал, что знает меньше, чем надо. Понимаешь? И поэтому у него был всегда стимул изучать. Вот у тебя есть очень хорошая, правильная позиция. Ты держишь в руках Библию все время. Это первая точка, правильное соприкосновение. Точка соприкосновения будет с Библией. Второе. Ты слышишь, много раз открывал Библию, в отличие там. Ты, можно я это, можно я тебе скажу, как по дружбе. Вот я видел, что ты вот сюда засовывал Библию. Ага. Нет. Нельзя так. Ну, ты сам понимаешь уже. Я так увидел, как ты его так вытягиваешь. Вот так вот это. У меня столицы маленькие. Я понял. Я тебе сейчас дам... Я считаю, что это оружие. Я понял, да. Но ты его туда не пря... Не надо. И садиться на седалище, вот когда ты встал. Слово Божие, вот так вот никогда не надо встать. Где ты сидел. А вставать на него можно? Да. Тем более вставать еще. Вставать нельзя. Ну это же основание. Вот на столе постоянно. В мозгах. На столе постоянно. И вот когда ты его лисаешь, лисаешь, что аккуратненько. Ты видишь, тут у меня сколько этих всяких подкладок. Я вот взял, вот читаю, вот видишь, пальцы что-ли. Ну я смотрю, у вас тоже не в лучшем виде. Ну это тоже, да, это протерпело. Оно было со мной лишь в толкованиях. Я в тайге работаю геологом, поэтому не удержалось. Где таскать. Не удержалось. Ну бывает такое, знаешь... А если бы мы вот пояс затягивали, ну куда бы мы ложили? За пояс сразу и вот ну и все. Ну тут нет. А я сгенат. Нет. Вот гляди вот, вот у него, видишь, как аккуратненько. Вот это правильно, да. Вот учись на него. Вот гляди вот тоже. Слово Божие. Золотое такое класс. Речь идет о благоревейном отношении. Благоревейное отношение к Слову Божьему. Благоревейное. Потому что 12 Иоанна 12.48, Слово Божие будет нас. Судить. Господь говорит, я не сужу. Вот мы все о Иисусе Христе возговорили. А Господь, Господь... А судить будет Слово Божие. Поэтому давайте основываться, Юра, на Слове Божьем. Аминь. Не просто, что ты там вот нам наговорил все лжецы. Ты это перестань нам все лжецы. Что мы тут собрали служить заниматься? А ты писали, говоришь, что все лжицы. У коринфинов блудник был, во главе стоял. Я даже пришел. Просто писали, говоришь, что вы жил в природе своей. Я не говорю. Нет, подожди. Мы же не спорили. Мы не спорили. Вот, глядите, мы не спорили. Я верю, что в споре не рождается Иисус. Аминь. Я говорю по Писанию, что то, что лжицы, это... Это Писание говорит, что мы лжицы по природе. И Евангелия Теанна говорит правильно. Не то, что вы говорите там какую-то... Ой, Евангелия Теанна. А что лжицы... Первая Анна. Уже его лжицы. Я тебе говорю, и первая Анна, найди там это. И потом нам прочтешь. Ну и вот я хотел Юрия поблагодарить за то, что он захотел встретиться. Увидишь, да, вот это его визитка невероятна. Абсолютно не согласен, конечно, с этим. Но ты трудился, что-то пытался. Ты привел вот Эдуарда. Чтобы ты не поревновал, не было бы встречи. Написано правильно. Ищите прежде царства Божьего. А ты друга подтянул. А где его искать? Как его искать? Понимаете? И что такое царство-то Божьего? Кресили, ждем еще. Ну, в толковании, подходи. В толковании царство Божьего. Я не обижаю. Иван, я пробую. Все. И оно теперь дальше. Вот, царство Божье, мы живем сейчас. Вот ты просто Евангелие берешь, ты уже прикасаешься к царству Божьему. А кто в церкви, тот живет. А если ты позже, что ты заблуждаешься. Кто в церкви, я заблуждаю. Я заблуждаюся, это однозначно. Тем более, ты лишь я заблуждаю. Что ты хотел? Нет, вопрос. Если вы согласны еще на одну беседу, сразу давайте разберем тему беседы. Да, вот это вот правильно. Чтобы помогли подготовиться. Мы должны подготовиться. Какую вы тему решили бы избрать? Вот сейчас сами подумайте. Да, я вот хотел бы послушать вас, и чтобы вы на меня тоже услышали, естественно. О Духе Святом вообще. Тема Дух Святой. Принимается Он в сердце, живет Он в нас. Каким образом принимается? Будет через нас, слышим мы Его, кто Он для нас. Вот это вот. И как мы Его получаем, главное. Как мы... Способы получения Духа Святого. Не просто так, что Дух Святой, и можно ли с Ним общаться. А у нас, брат, какую будет тему тогда? Ну, мы на эту тему. Да, это тема, я бы и сказал, на ней много можно... Она очень насущная и глобальная, и как бы не получится... Примите Духа Святого. Но это тема, как положение... Не получится сразу две темы разобрать в такое время. Ну, а что если мы возьмем, допустим, места Писания о Духе Святом, и рассмотрим его через толкование? Да, да, давайте через толкование... Не сами будут думать, а прямо так ты будешь читать тоже, что у нас тут написано. Вы можете говорить через толкование, я не против вашего толкования. У меня есть толкование и в мозгу, Бог мне дал разум для этого тоже. Что я могу тоже толковать, но это не наше толкование. Не-не-не, ну пускай он толкует чуть-чуть. Я имею в виду, чтобы рассуждать над Божьим словом вообще, своим умом, или только через ваше толкование. Ну все, помолимся. Ну да, давай. Давай помолимся. Идем ты лечей попить. Да. Достойно есть якова истину, Божититя Богородницу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Без искления Бога, Слова родшую, Сущую Богородницу Тя величаем. Благодарим Тебя, Господи. И за беседу сию по Слову Твоему Святому. Даруй, Господи, истинного познания и разумения всем нам. Иди на душу, иди на мысли, и мы только можем достигнуть Царства Твоего Святого. Тебе слава за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. То есть, в это же время, в 5 часов, да? Да, это у нас через когда? Ну, давайте через неделю нормально. Я что-то вот как-то подумал, 5 часов, смотрите, это проблематично. Не родновато. А, родновато? А потом поздновато. Не, может быть, как-то на субботу перенести. А, субботу у нас есть. А субботу вечера.